я обновил long war обновил ну версия должна быть сейчас актуальны ну там удалил все в конфиг файлики и нишки и вот чё фоки затащил там ничья у него группа сложная ему конечно было бы классно 120 штампануть так для тех кто смотрит так надо поставить другое название подожди секундочку не говори а так мне ты мне бесишь сейчас название стрима изменю так-так-так-так-так-так-так-так пробуем вернуться в победный трай а сегодня у нас какое сегодня у нас вторник тринадцатая задним числом поставлю чтобы никому ничего не приходило просто чтобы актуальный заголовок был фоге копил дерево потому что строй материалы подорожали да я слышал как дела с аватаром аватар аватар это самая самая моя главная проблема короче сейчас я все расскажу на чем мы остановились какие у нас задачи какие у нас проблемы какие у нас планы так скажем вот он наш главный герой это зеро эль который вытанковал как царь в финалке это зилот вытанковывает прекрасно наносит урон теперь уже сплэшем вас при этом не отдыхает в больничке после этого короче загляденье танк просто превосходный они в десятером в конце прошлого прошлой трансляции успешно штурманули впервые на наших стримах по крайней мере успешно штурманули региональный штаб адвента что это значит это значит ну кроме того что это жирная миссия нам дали там 30 материалов 30 лирия 150 ой смысле 150 материалов 30 сплавов 30 лирия кучу там 35 трупов прекрасных и много-много-много модулей тонну экспы в этом регионе адвента в ближайшее время не будет то есть мы можем абсолютно спокойно сопротивлением разворачивать свою деятельность и я тут же всех людей которые там были у меня там кажется максималка чуть ли не 13 человек послал куда правильно собирать материалы чтобы решить проблему с деньгами с которым мы сталкиваемся самого начала игры во всех троих у нас денег не хватает из список того на что можно эти деньги потратить просто безграничный куда ни глянь везде проблемы деньги нужны на исследование уже есть боевая броня мобильная броня роботехнологии сделать можем для этих для для спецов у а три дня вскрытие новых крысолидов щитоносов короче роботехнологии первое что делаем три дня быстренько изучаем робота технологии адвента для того что специалистам специалистам сделать гремлинов которые будут взламывать лучше вражеских роботов это круто первое да у меня там исследование инвестиционные все в порядке сплава в 33 лере 79 у нас магнитное оружие не у всех но близко развернули в прошлый раз в сейчас таков зоне испытаний что блин зоне испытаний у нас тоже есть возможность позаказывать нам добавились и ресурсы и трупы я бы посмотрел сделал бы патроны коготь для двух штурмовиков на крит крутая штука для секретных операций маст хэв игольчатые патроны было бы неплохо тоже взять но сомневаюсь два урона по биологическим целям я думаю что яд и зажигательные лучше зажигательный правда только гранаты пока другого нет черепной буру это по основному квесту но слишком дорого искра дороговато на данный момент я думаю что надо все-таки брать и делать игольчатые патроны ядра и лере закончились так внимательно возможно это плохой выбор возможно это плохой выбор ядра я продавал активно до этого к сожалению потому что не было денег вообще даже на оружие чтобы на миссию сходить да это вчерашний трай с искрами это вчерашний трай после штурма и у нас сейчас 150 баксов на самом деле если мы продержимся две недели будет 800 сканер игольчатые время проникновения снижает ну и вот думать куда это ядро закидывать черепной буру замедлит аватар да есть несколько у нас сейчас самая главная проблема что мы после штурма выяснили там было два серьезных прорыва у нас появился наконец-то глобальный прогресс аватара и он вот здесь вот он уже поджимает до конца дойдет потом обратный отчет и игра закончится да тут нас 13 человек регион освобожден как как приятно это слышать плюс 300 баксов каждый месяц еще можно собрать материалы да безликим расскажи про 800 это правда кстати это правда и мне нужно стремиться вот в новое чили то есть подключать регион и сюда идти потому что мы несколькими способами можем на моей памяти я не помню точно механику аватара в принципе и наверняка не что-то поменяли еще в лонгворе за эти четыре года в патчах но ты можешь повлиять на проект аватар во первых мы увидели сейчас объект правда находится не на нашей территории поэтому мы его штурмовать не можем но в целом если мы до него дойдем подключим регион то сможем пройти на миссию и объект этот штурмануть и так тем самым мы замедлим проект аватар второй момент это в секретных заданиях периодически появляется появляется миссия на противодействие процессу аватара вот потом есть соответственно какие-то квестовые темы чипа черепной бур который останавливает прогресс давайте я двух людей укрепляем взаимосвязь сейчас а кто с кем и яновский и павел иванов подожди это зилат с кем павел иванов сдак факсом а это 2 2 уровень взаимосвязи ссоре я читаю думал что это новое разведданные в свободном регионе по сути какую ценность имеет из там противника больше нет я не уверен что можно вообще разве данный поставить в захваченном регионе так укрепляем взаимосвязь второго уровня так еще первого есть взаимосвязь женя с гусева с снайпом это вряд ли если в одном из соседних наберется сила 8 то адвент начнет захват региона а то есть надо следить за сила адвента в соседних а мне там сил адвента 5 5 и 3 до а чтобы сил адвента не было мне нужно здесь разведданные бахать для того чтобы ловить миссии на уменьшение сил адвента или на привлечение внимания или даже на террор слушайте ну я бы хотел для начала какой план мы идем в новую бразилию туда устанавливаем контакт с убежищем у нас правда для этого нужно 200 разведданных капец разведданных нет соответственно снижение стоимости контакт установка ретранслятор в любом случае разведданные нужны блин так давай-ка мы снайпов вернем мне нужно так я тороплюсь сейчас сбегаю в одно место и начнем тут огромное количество процессов нужно ничего не забыть перед тем как приниматься к мотанию все перепроверить и только после этого пойти дальше до снайпов и бежище нужно правильно а а Снайперы возвращаем в убежище, убираем здесь рядовых. У меня снайпы очень хорошие, они повысились в звании на прошлой миссии. Фатижные, но пофиг, кажется им фатик все равно. Здесь нам не нужен снайп, мы в первую очередь выводим снайперов, у нас их как раз трое, с хорошими пушками, в три боевых региона актуальных. Ну и надо с материалов сейчас в этом регионе убирать, видимо, народ. Да, фатижные товарищи. То есть здесь мы берем разведданные, начинаем сканить. Ну, здесь активность в регионе почему нужна? Потому что тебе, во-первых, можно поймать снижение стоимости контакта. Здесь силы адвента невысокие, сюда можно постягивать товарищей, хотя непонятно откуда, отсюда ты не стянешь. Здесь у нас безликих много в этом регионе, я помню. Подожди, а почему ты поставил? Где снайп? О, я не снайпал поставил, кажется. Снайпер, снайпер. Что? Подожди, куда мне делся снайпер? Зачем я снайпа сюда поставил, дебила кусок? Так, лишнего контакта нет. Да мы можем купить на следующий, вот через пару недель, мы можем на деньги, которые придут, центр связи с сопротивлением сделать, у нас будет плюс контакт. Два материала, ну, материала можем собрать вот здесь вот за два дня какое-то количество. Я не определился, что делать в этих регионах. Один собирает материалы, пока силы адвента нет, четверки, чтобы ресурсную миссию не схватить. Но здесь бдительность высокая, и прилететь уже может. Нет, прилететь может только с четверки, кажется, ресурсной. Здесь я сижу, боюсь, потому что бдительность 4, сила 5, но если мы хотим защищать этот регион, здесь тоже придется активничать. Вопрос, когда? Наверное, нужно сначала... Во-первых, из конспирации мы на поиск рекрутов двух отправим, лишним не будет. То есть, да, мне нужно стремиться сюда, на объект. Причем делать бур, изучать, использовать очень рационально те ресурсы, которые мне прилетят. И помнить, что самая главная проблема моя, это время. Это время, которое уходит. Что можем приобрести еще? Как насчет... В партизанской школе новой тактики по проникновению? Нет еще пока у нас майора. И нет полкана. Здесь есть комплексное оружие, ПБМки, но они и так улучшаются. Дорого слишком. Но это чисто деньги. Надо офицера еще отправить, изучать способности бегом. Доклад для Чамандра из моего трайка. Август скачал храмовника до мастер-сержанта, убил первого чё за на тех уровень 12. Это реально, если брать бойца на максимум миссии и кормить убийствами. Да, они очень хорошо прокачиваются. Я приятно удивился, как храмовник просто... Его хрен ранишь, особенно с предпредпоследнего звания. Так, нити мне что-то скидывает. Окей. Пойти внимание на совет. В освобожденном регионе не будет присутствовать... Преастать сила Адвент, увеличится выработка материалов и набор ресурсов. Адвент может попытаться отбить регион, поэтому все... Так, Останьте, секундочку. Оставить пару повстанцев на защите разведданных. Также после освобождения первого региона станет виден прогресс Аватар. Будет доступен сюжетный миссий. Технические упоминания не обязательно освобождать до конца неоднократно в стартовом. Не рекомендую на тело освобождение. Короче, это копипаста из Википедии, кажется, да, русскоязычная или что-то в этом роде. Как мне разведданные помогут? Я раньше миссию надбить региону вижу или что? Фессен, здравствуй. Ну, пока силы Адвента в восьмерке нет, я не вижу смысла вставить. Здесь мы сканим. Материалы собираем. Здесь следим за этим. Ладно, можем ли мы сейчас во что-то проинвестировать, чтобы, например, построить что-то, что мастерская не особо нужна, потому что инженеров у нас много. Пси-лаба есть. Нам нужно ядро Эллирия, к тому же. Лаба быстро у нас... А, разведанный покажет засаду на подкрепление, и рейд на материалы будет в освобожденном регионе. А-а-а-а. А, и мне имеет смысл, наверное, там оставить инжа, да? Для... если я хочу денег в этом регионе. Больше денег в регионе. То есть имеет смысл еще... Да, 20% он добавляет. Я знаю, что энергия забита, но мне одно ядро еще. Он мне говорил сейчас максимум пауэрич. Я могу инженера добавить туда. Ну, давайте разведданные оставим. Еще бы сюда кого-то... 300 баксов. По моей практике, 5-6 повстанцев ловили этот рейд, но оставалось 3-4 дня. Понятно. Но это надо делать, видимо, когда сил адвента подрастет. И тогда уже переключать, пока смысла нет. То есть он не прилетит. Скорее всего, не прилетит. Скан пока без меня. 10 человек. 90 материалов почти еще. 240. Бобра появляются. Деньги становятся опасными. Так. Мне кажется, маловато мне будет одного региона. Маловато. Надо активничать еще где-то. А сил адвента у нас влияет на что? Ну, кроме того, что будут генериться определенные миссии. Сила адвента здесь влияет на что? Ну, я имею в виду, что террор может прилететь, если мы начнем разведданные. Я не имею в виду карательные операции. Я имею в виду регулярную активность. Просто кто-то говорил, что на силу конкретно в этом регионе миссии не влияет никак. Ты уверен, что в освобожденном безликих больше нет? Не, не уверен, конечно. Но осталось немного, чтобы узнать. Хотя мы можем реально попробовать вычислить последний ход. Деньги сейчас не настолько критичны. Правлю туда соколика, тем более, что он есть. Пусть реально занимается. Может, скан скрафт, что безликих в родном регионе найти? Посмотрим, есть они или нет. Но не хочу последнее ядро тратить для того, чтобы скан сделать. Улучшение оружия здесь. Приклада нет, что ли? Имж всего 10 добавляет. Почему 10? 20. Ну, ты было 300, стало 360. Я бы подумал над эквипом троих штурмашей. Над производством первых бронек. А, ускоряет приход под крепостью. А, на стартовую силу влияет, точно. То есть, если миссии искать, то лучше здесь. Ну ладно, поехали с ним. Там почти раскачанный регион. Я начну с него, потому что сила адвента здесь небольшая. Опа, безликий. Безликий, но в регионе, где все тихо. Ну, там мы рекрутингом пассивно занимались. Алтек, привет! Вечер глянул записи вчерашний захват. База холода, пустоты, такая имба. Да, он очень странный. Странно работает. Он уже у меня дважды убивает человека просто со старта. То ли, может быть, баг какой-то, черт его знает. Но, просто... Ну вот она, операция. Но здесь есть магнитная винтовочка. И снайпер, который получил как минимум левел после прошлой миссии. Я думаю, его не напугать. Кто у нас здесь? Здесь у нас Абвер. У которого смерть с небес. У которого пробивание брони. И бонус по стрельбе сверху. Плюс у леммингов, как вы видите, действительно добавилось количество здоровья благодаря грейду на армор. И у них же лазерное оружие появляется. Просто потому, что мы сделали магнитку. И они тоже продвинулись. Броня хищника. Много... Много ресурсов будет требовать у меня. Я думаю, на что. Я, кстати, зарепортил холод пустоты, говорит Меланхолий. Правильно, правильно. Я обновил игру. Ну, в смысле, пропатчил ее. Правда, не сразу она встала. Но вроде... Сейчас в этом, в мод-лоунчере стоит 12 июля. Хотя у меня, например, по переводу у заступника все еще старая информация по обилке. Куда ты снайпом ушел? Вообще, куда ты ушел снайпом, скажи мне? Чисто ли, что ли? Пока здесь тоже возвышение. Может, даже лучше будет видно сверху. Узнаю место встречи. Тут ходят враги. Да, и пак слева. Финальный. Хай-обороны. Снайпа я точно оставляю сверху. Чтобы обилки обновились, надо респектнуть бойцов через консоль. А-а-а. Блин, а я сегодня промаялся. Думал, че? Не подхватывает он. Так, спускайся. Ай-ай. Ай-ай. Ай-ай-ай. Так это же фиксит щит. Второй щит у Templara. А что фиксит? Правильно, я бы лучше во время травы вообще не обновляюсь, чтобы мне не менялись условия? Да нет, вроде. Баги некоторые правят. Вот мне, например, вчерашняя миссия дико лагала. Патчи-то поправили. Я бы еще пулил чуть-чуть снизу, да, чтобы они подставляли мне фланги, когда... То есть, проходить как-то вот сюда леймингами. Ну, чтобы они были на разных уровнях со снайпом. Для справки, вот если твой последний живой боец попадает под фиг любого вида контроля, ты сразу проигрываешь. А, да, точно. Майнд контроль. Ясно. Холд пустоты, почему ты так же работаешь со временем ваниллы? Я понял. Что у меня происходит? Куда я снайпап постоянно веду? Че делаем? У тебя вот Эмплара 2-1 скилла на панели Респект отфиксит. Но... Он же не вместо какого-то правильного скилла идет у меня. Просто интерфейсная штука. Или он вместо какого-то. Вычисляем безлики. Почему миссия в инвизии? А, это особая миссия. Но надо помнить, кстати, про негативные события. Реально прав, товарищ. Там же у нас оказывается... Демаскировка, временный ивент. То есть мы не можем рассчитывать на маскировку. Где-то далеко вообще они. Обычно ты здесь уже первый пак встречаешь. Как настрой близка победы? Не, победа далека, естественно. Нам еще много всего надо делать. Уже безлики стоит. Вы че, серьезно? Двое безликих сиктоит. Ну... Ну я бы принял, конечно, их. Подходим, подходим. Смотрим. Главное, что второй пачки не было. Мне интересно, где вторая пачка вообще находится. Да, вычислили предателя здесь. Вот их двое оказалось в этом регионе. И они уже сразу безликие. Начинаем стрелять. Погнали. Ну это трупы экспа. И эффективная работа региона. Правда, он не работает. Раз, четыре. Ну и плотный, конечно. Минус один. Не стреляйте по одному и тому же, ребята! Что за дела? Нет, любопытно. Можем мы снайпом прострелить сиктоида? 0%? С чего это вдруг? Что-то это бак от выражения. 80 плюс 20 плюс 10. Плюс 10, плюс 10. Минус 45, минус 50. Должно где-то 80. Он показывает 0. Молодец какой. Так, ни у кого у меня на 100 часа случайно нет? Ладно, пробуем. 0 так 0. А, галочка в моде. Я же конфиг удалял. Возможно, слетели настройки. Красный туман не работает. Вон, пожалуйста. Мод сейринг здесь нужно. Стэншент фа... Вот. Им ассист. Хорошего стрима. Им ассист. Спасибо большое, Суприм. Да, это из-за того, что я патч накатывал. Здесь бы выделить человека, который просто с винтовки постреляет. Но я сейчас рисковал пулом, паком. Так, не будем пока стрелять. А вдруг не хватит. Здесь с места... Да, с места 100 раз. Не, безликого можем не убить. Сейчас полетят царапины, и все тут. Два. Хоть бы разбежался ты немножко. Ой. 2-5 урона. С чего больше? 3-5 больше урона с винтовки. Правда, учитывая царапины, может, и не большим. Нормальным. И сиктоид, надо, видимо, гранату добивать. Ну, хотя, вряд ли он добьет. Плюс 80% у нас. Нормально. Так, первую пачку убили, но впритык. Ядро Иллирия. Как раз нам ядра нужны. Двоолин. Привет. У нас осталась здесь одна пачка только врагов. Очень насторожился, что мне камеру сюда перевели, как будто на снайпа... На снайпа налетали люди. Не знаю, где враги. В такой ситуации могут быть реально где угодно. Ага, за домом. Все понял. Ведро Валерия. Снайп, конечно, не совсем в позиции, получается. Адвент, слышу. Увидели. И еще безлики? Нифига. Там цистерна, это хорошо. Может, попробуем ее свалить. Но враги опасные. Офицер, пулеметчик, гранатометчик. Не разбегайтесь далеко. О-о-о! Ну, я не могу это не взорвать, друзья. Ну, как бы это прям... Я понимаю, что минус лут, но... А, я не вижу, да? А мне не обязательно видеть. Погнали. Раз. Хороший взрыв. Уже живо только три человека. Я вижу двоих из них. У них уже проблемы. Инженер Адвента. Остается двоем. Но снайп не видит, к сожалению. Это минус. Здесь бы дым закинуть, конечно. Хотя оставшийся офицер может легко мне грянку кинуть. Так что, может быть, стоит и дезориентацию туда забросить. Здесь явно постреляйте из лазерной винтовки. Тут как бы к гадалке не ходи. Но дальше лучше закинуть просто в тупую туда дезориентацию. Ну, чисто, чтобы не влетело. Потому что он может выскочить и кинуть. Дезориентирован. Бит. Крашен. Стреляет. Мажет 21. Все шикарно. Желательно бы его убить тоже без шума и без пыли. Но мы его флангуем нормально. Собираем. Минус только один лут. Но зато как бы бодренько четырех человек сразу. Собираем все остальное. Надо посмотреть, что нам выпадало. Но минус три человека, которые в этом регионе у меня, оказывается, трудились за сопротивление. Вот. Воспользовался модом на включение твоей Немезиды Брэдфорда. Нет, я настройки не включил. То есть он все еще разговаривать должен. Его поставил, но... Вот. Ядро Элери, расширенный резкость, продвинутый защитно-модифицированный прицел. Трупы, трупы, трупы. Кстати. О, Керриган. Так. А, тебе безликие паки были. Тогда хорошо. Ты в них стреляешь, режешь, гранаты кидаешь. А надо просто взять все за руки и начать танцевать под сенью звезд. Да. Регион освобожден. Да. Да, я хотел сказать, что у нас после прошлой миссии огромное количество трупов. Надо наведаться на черный рынок в начале следующего месяца. Посмотреть, вдруг какие-то трупы мы можем сбагрить с хорошей скидкой. Сейчас исследование одно будет готово. Мы дронов вскроем, сможем сделать Гремлина. Правда, тоже одного. Вот он. Гремлин, разбор мэка, поломка турели, новое исследование, и патроны красный экран. Гремлин, являются улучшенной версией стандартного дрона Гремлин, способность специалиста к взлому, и другие умения увеличиваются по мере того, как Гремлин становится более продвинутым. Красный экран. Патроны, уязвимость к взлому. Поломка турели. Это, кажется, у нас защита от штурма, вскрытие щитоносца, не помню. Вскрытие очень быстрое, мне бы их посмотреть, но на это все нужно и лерий. Кажется, боевая броня приведет к улучшению, ну, в том числе к броне искр. То есть боевая броня это для разрушителей, конечно, в первую очередь. Но есть еще исследование Лере, 5 ядер нужно. И я бы быстренько повскрывал. Ну, это все равно быстро. Хотя искры мне пробивают. Так, стоп, а может быть мы все-таки сделаем что-нибудь в зоне испытаний, учитывая то, что тебе второе ядро дали. Много всего нужно. Сделаю четвертую искру. Хотел. Да, Меланхолия, я помню, спасибо. Нашли миссию в этом регионе. 7 дней, вип, инженер, улика, пакет данных. Вот я на такие миссии смотрю очень-очень аккуратно, потому что инженер мне сейчас не нужен. Пакет данных это рандомная хрень. Успешное выполнение миссии, конечно, мне принесет какой-то лут. И экспу. Не, ну микро третью игру не будет играть. Инженеры нужны всегда. О, не знаю. Повысится бдительность в регионе. Здесь фатижные товарищи у меня. Ну, я беру нормальный состав. Улика равно освобождение. Это, кажется, не ветка освобождения региона. Спец-заступник. Гранатометчиков надо подкачивать. Искры надо подкачивать. Да, все помещаются. Только я сделаю анеквей, потому что у меня товарищ там без топора, например. Так, это у нас милишник. Это у нас вырыватель метки. И офицер, соответственно. Можно уже подумать над производством бронежилетов. Потому что броня хищника, это... Заступнику сделаем броню. Хромовнику точно броню сделаем. Вот заступник. Врывается часто. Хиты ему нужны. Хотя я его прокачал, блин, на гренке. Но еще не все докачал ему. То есть допускаю, что с неуязвимостью буду врываться. Да, с такой пушкой давайте качаем неуязвимость. Медик. Не хватает ему очков. Гранатометчик. Пока Леммингу не буду выдавать никакой магнитки от него. Ну, другие вещи от него требуются. Перепроверяю, чтобы до заступника еще были усиленные бронеплиты. Вообще усиленные бронеплиты лучше... Сплавы заканчиваются. Сейчас броню начну делать. Сплавы улетят в трубу сразу же. Что такое? Письмо пришло? Трисбрейн? Давай. Давай. Приклеено. Кириллу спасибо. О, магнитик. Из Магадана. Они любят. Монумент Маска Скорби. Это он по поводу стримов по XCOM. Миша, Женя, привет из Магадана. Красава. Красава. Да, они... Они же там с Арктонсом, с друзьями, с этих, с репсов. Из Москвы в Магадан на машине. Жух. За две недели. Так, то есть сплавы. Ну, сплавы мы можем частично приобрести на черном рынке в следующий раз. Может быть, даже сейчас прикупить, учитывая то, что их не будет хватать. Что дают победный штурм вчерашней базы? Большое количество ресурсов, стабильную работу в этом регионе по материалам. Открыл прогресс Аватара. Так, искра и скрабл, пап, специалист ниндзя. Точно что-то забыл. Гранатомет еще надо сделать. Ну, так, я гранатометчик чисто на прокачку. Полетели. Так, закинули народ, да? Обломки турели Адвента. Новая цель здесь найдена. Ну, мне нужны разведданные. Это Liberation, но на которые дается очень мало времени, к сожалению. Когда следующий освободить могу? Ну, самый ближайший регион под освобождение вот этот вот какой-нибудь. То есть, там я планирую активность в конце этого месяца. Мне кажется, избранные, в смысле, безликий мне там очень хорошо по... Спасибо, Голланда, спасибо. Давайте слетаем на черный рынок, я прицениюсь. Потому что реально сейчас, возможно, мне будет не хватать сплавов, а не материалов. Сколько я могу сплавов купить? Один за 66 беру. И на следующий месяц тоже смогу купить. С тому же примем решение. Пока так. На броню нужно 5 сплавов. По-хорошему бронька должна быть у нас. Потому что с пушками мы вроде проблему главным образом решили. А броня хищника нужна там 3 штурмашам, которые на секретные задания идут. Передовым товарищам. Провал на разведданных. Как же вы так умеете? Так, жнеца, нет подходящего бойца. Они там взаимосвязь укрепляют. Техсержант нужен, тоже нет подходящих. Что нам нужно? Взаимосвязь, ученый нет. ПБМК нет. Контакт с сопротивлением. Вот эту бы миссию взять. Но здесь засада 18%. И у меня нет снаряженного 3 штурмаша. Но 3 штурмаша в целом я сейчас могу снарядить. Я могу взять... Потому что контакты с сопротивлением позволят мне без строительства средства связи. Так, провал 70%. Провал 54%. За 15 разведданных мы можем снять. Еще здесь бы сделать броню хищника им. Ё-моё. И здесь бы броню поменять на усиленные брони плиты. Маневренность невысокая, менять больше нечего. Тебе лучше тогда броньку убрать. Потому что тебя и так хватает. Так, нет, не хватает. Погоди, у тебя тоже старенькие. А тебе выдать. Ну вот так лучше. И при этом нужно еще штурмаша добавить по-хорошему. Женя довольно опытный штурмаш, но у нее нет дробовичка и нет армора. И выбор, на самом деле, сделать либо то, либо то. Но я сделаю ей все-таки дробовичок. Чемармор, потому что дробовичок тупо полезнее. Там нужно в определенный момент просто в первый ход убить. Поэтому картечная пушка номер три. Дробовик. Все, ресурсов нет. О чем мне предупреждали товарищем. И я сделаю еще, знаете, хотя бы одному из них. Помните, чего не хватало еще? Бронебойного Патрика. Если тебе мэг встречается на старте, тебе нужны аэропатроны. Иначе, как бы, ты заходишь, и там начинается рандом. Контакт с сопротивлением, да. Турмаш, раз. Спасибо, райдер. Так, да. Да. Ты разрушаешь естественную среду обитания Адвента, а главное безлики. Многие виды Адвента уже находятся на грани вымирания. Черные солдафоны, голозадые сектуи, да и шпанские мехи. Скоро их не останется. Остановись. Остановись. Там я поставил винтовку, потому что лазерный, модифицированный лазерный прицел, который на ней, он не нужен. Одну картечку это ставить. Выдавать Женьке аэропатрончик. Улучшение оружия, модифицированные лазерные прицелы. И еще одному нужно, желательно, модифицированные лазерные выдать. Я перепроверю этих штурмашей. Элитный лазерный у этого стоит, нифига себе. А у Хелки что? Ничего нет. Модифицированный лазерный. Плюс 10 крита. Все, и вроде как... Так, а ПБМкам у них нормально все? Да, ПБМки есть какие-то. Поглощающее поле. Чуть-чуть не полностью снарядил, но... Да, мне нужно сейчас двигаться, думать о проекте Аватар. Нужно двигаться, захватывать регионы. Для захвата регионов тебе нужны разведданные. Исследование средств связи сопротивления для того, чтобы вышку делать, чтобы дешевле. Выполнять миссии в смежном регионе. И контакты с сопротивлением. Сейчас мы делаем контакты с сопротивлением. Пытаемся установить. Провал 38 все равно. Капец. Жесткая задача нет. Сюда нужно добавлять солдата. Типа фразяки. Ну, высокого уровня, к сожалению. Но у нее пушки нет. Я пушки для милишников не смогу сделать. О, у меня же трупы этих есть в большом количестве милишников. Я могу пушку-зилку сделать новую! Уа-а-а! Уникальную! Уа-а-а! Рандомить или не рандомить? Нельзя рандомить. Что мы тогда берем? Улучшения нет. Труп пришельцев нет. Инженер нет. Характеристики взлом. Такое себе. ПБМка нет. Ученый нет. Взаимосвязь нет. Очки способности может быть, кстати. Что будешь? Хорошая, нравится. Отлично. Все, котик. У нас котик уже два дня болеет. Или рисковать, друзья. Да, убираю шанс в плен попасть. Погнали. 38% овы. Так, сканем здесь еще миссию. Турельку вскрыли. Что нам дает это? Защитная матрица и осколочные патроны. Защитная матрица... Да, это от нападения. Осколочные повреждают броню. Но у меня... Разбор мэка, кстати. Это прям гремлинов следующих, кажется, можно делать. Потому что открываются, видите, после дронов. Скрывая планшеты, это понятно. Пока... Хотя, может быть, сейчас и стоит планшеты вскрыть. Если у меня остались. Кажется, я последний продал. Нет, есть планшет Адвента. Два дня. Ну, хотя бы, чтобы тридцатка была. Чтобы мне можно было проникновение сделать. Есть смысл уничтожать... В чем смысл уничтожать броню? Если можно стрелять сквозь нее другими патронами. Не усек... Ну, ты выбираешь... Можешь выбрать другие патроны. Вот. Уничтожаешь, ее больше не будет. И ты, соответственно, стреляешь по... Ну, все остальные стреляют по ней без штрафа. Спасите випа, освободите важного. Не, я не хочу вообще сюда. Ну, то есть, зачем? Кто это такой? Разведданные не дают. Времени мало. Можно отправить ниндзю, но это будет рандом. Новая цель. Один день. Важный пленник. Лисецкий пулеметчик. Но здесь один день. Я не могу, к сожалению, Михаила спасти. Ну, и все. Вот сейчас мы посканили в регионе, и дальше что делать? Вообще не ясно. Переключаюсь здесь на поиск рекрутов. Ну, потому что пока эти миссии будут активны, я пять дней могу спокойно по... Но мне нужно где-то еще сканить. Будительность 5. Ладвента 5. Но если сканить, то здесь. Ну, здесь на скане сразу террор может прилететь. К террору в целом я не совсем готов из-за фатига. Я могу вытащить людей из фатиги, но будет ранение. То есть, мне бы недельку еще покуковать. Ну, хотя бы два дня. Карательный может прилететь сразу. Но более полезным действием я не могу заняться. Поэтому переключаю на разведданные. Сканим еще где-то пять дней. И потом возвращаемся сюда. Нашли цель. Девять дней. О, привлеките внимание Адвента. Разведданные дают. И там большое количество людей на скане. Мы можем ресурсную миссию словить. Я думаю, надо мочить. Я думаю, надо мочить. Времени дают вагон. У памятника экскурсию устроить вообще легко. Народу много. Надо мочить. Это способ получить ресурсы. Получить разведданные. И перехватить еще караван историй. Давай-ка сюда. Ну, я поймал эту миссию исключительно на остатках сканов. Все, точно здесь людей не буду восстанавливать. В добыче имеется в виду. Так, только давай без фатижных товарищей. Соберем нормальную бригаду. Там у меня есть еще, кажется, искра одна. Да? Есть. Искра, точнее. Состав такой. Специфический. Назовем его так. Но будет, например, заморозка. Одеваться они будут по остаточному принципу, к сожалению. Потому что нет у меня... Нет у меня... Денег. На то, чтобы эквипнуть хорошо. Я могу только мелочь сделать какой-нибудь. Типа... Усиленные бронеплиты. На трупы меняется. На единичку сплава. Все равно оно того стоит. Модули персональные боевые у нас повыдавали. Ультравосприятие, меткость. Прекрасная вещь. Для рейнджера пойдет хорошо. Особенно с магниткой. Ему же выдаем бронебойный патрик. Еще один рейнджер. Морьбаза выживания. Ну, им в первую очередь точность нужна. Внимательность овер. Стабилизация. Резкость зрения. Но это для... Скорее для этого нужно было. Для заступника. Две защиты лучше для контактника. Пока не будем ничего давать. Слишком... Так, берем лазерное оружие. Проснимаем с него моды. Здесь усилены бронеплиты. Давай, жилет из нано, волокна нано. И накидываем моды. Модифицированный прицел. Модифицированное соц заряжения. И глушак накинем. Специалисту я пока не буду тратиться на гремлина. Потому что есть подозрение, что после мэков нам откроется уже второй гремлин. Потому что я долгое время не получал никакого... Ну, не мог дрона вскрыть. Потому что их было недостаточно. Но после того, как мы прилетели и штурманули базу Адвента. Там и дрона были, и мэки были. Соответственно, ситуация нормализовалась. Так. Времени много. Я думаю, семерых мы здесь выделим. Даже гранатометчика дам. Единственное, что не очень хочется ему выдавать морозку. На такую долгую миссию. Хотя им бы она очень помогла. Выдал. И закидываю сюда еще седьмого. Чисто на прокачку. Штурмаша. Потому что... Ну... Восемь дней как раз у меня освободятся с Фати Голиуди за восемь дней. Там шесть-восемь. Хотя ближе к шести. Может, мы с шестером справимся. Да, давай за семь дней. Потому что восемь это уже... Раньше освободятся. И раньше сможем полететь. Гранатометчику, пушку другую. Чтоб перемещался быстрее. Персональный боевой специалист. Разве что он там не был взлома, кажется. Да. Надо будет персональный топовым подраскидать новые. Которые у меня появились. Ну, магнитка есть. Ниндзя хорошая. Искра неплохая. Заморозка есть. Погнали. Могу порекомендовать мой интерфейс. Боюсь сделать красный медикантер патрон. В зависимости от этих разряженных. Красный, огненный, зеленых. Но у меня пока нет потребности. У меня, видишь, типов немного. И я в них не путаюсь. Проект аватар. Плюс одинница. Вот он напоминает мне, что игра скоро закончится. Ну, мне нужно для этого сюда идти. Черепной бур еще. Ай-яй-яй. Так, ну здесь в любом случае мы так. А будем ли мы здесь сканить? Потому что некий может лететь в ближайшую неделю. Может, лучше деньги пособирать последнюю. Ну, есть по мелочи, конечно, ниндзя. Но они обычно выносят кого-то. Ну, вынести специалиста какого-нибудь я бы... Я бы стал выносить. Или все-таки подсканим. Нет, давай лучше материалы возвращаемся. Ну и где мне время проводить? Интересно, быстрое лечение распространяется на снятии усталости? Давайте проверим. Вдруг я могу ускорить усталость. 6, 3, 6 дней. 3, 6, 7. Летим, смотрим. Ну, у меня просто отдыхает там половина армии топовых бойцов. Два состава мы закинули сюда. Нет, не влияет. Строительство быстро мне не нужно, да? Ладно, давай здесь подсканим все равно. Ну, вдруг мы найдем кораблем что-нибудь. Альт, ку-ку, привет! Расшифровали планшет 23. И у нас, кажется, есть еще возможность расшифровать планшет. Но я бы все-таки мэка вскрыл. Ну, мы уже разведданные немножко получили. То есть, в целом, если будет миссия, мы можем ее пробустить. И будет не так плохо. А то резко увеличится, например, здесь сила адвента. Сложность повысится. У меня будет, по крайней мере, возможность понять, стоит или не стоит. Так, вышел на связь. Тут мы прокачали. Подождите. Назначается в убежище. Назначается в убежище. Это где? Это здесь. Хорошо. Еще плюс безликий тут. И плюс безликий тут. Взаимосвязь укрепилась. Стоп. Что же мне лемминги ждут, да? Вот что только что было, кроме взаимосвязи? Кроме назначения. Миссия пролетела, нейтрализируется цель. Да, наверное, оно. Это новое. Семь дней. Привлеките внимание адвента. Ну что, стягиваем сюда, получается? Подождите. Подождите, я сюда и так и лечу. А почему нейтрализация цели? Что? Не, 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 спасибо. Стоп. Кто мне здесь идет вообще? Почему я пошел сюда? Почему это? Это не памятник же. А, бегом прокачались. Межспец прокачался в партизанке. Точно, спасибо. Ну, больше свободных специалистов нет. Поэтому отставить. Так, а у меня зилот с ниндзей из основного состава. Теперь со второй взаимосвязью и готовы. Не готовы. Ниндзя 11 дней. Фатик. Так, взрывали 5. И не проходила усталость у них. Так. Что же делать? Ну ладно, нейтрализация цели. Опа. Вычислили. Очень хорошо, что вычислили. Ой, до конца месяца вычислили. В том регионе, где у меня... Очень хорошо. Блин. Сейчас миссия на убийство опять безликих. Как раз тот регион, который материалы собирал вообще с самого начала. Где-то 300 баксов. Такой вопрос. Смотрел до этого дня твои стримы на телевизоре через Twitch. Сегодня ты не стримишь на Twitch. Хорошо. Поэтому не смогу стримить с комфортом. Будет приложение для телевизора. Но я рестримлю на YouTube. Можно на YouTube смотреть. Ну, при помощи YouTube смотреть на телеке. Но тот же самый Twitch, он наше приложение не пускает. В Store. Потому что у нас, типа, есть неуникальный контент. Хотя и на Twitch тоже есть неуникальный контент. Но вот такая вот странная тема. Так, у нас тут с патронами, отравленными. Снайпер. Пачка леммингов. Идти, скорее всего, в эту сторону. Жалко только нет. Возвышение, увы. И обзор какой-то очень стрёмный, как вы видите. Просто темень. Я не вижу дальше своего носа. Крайне странный обзор. Что за... Что за баги? Сейчас уже получше, ладно. Мне в прошлый раз штрафанулось только то... Ну, типа, раза в два, наверное. Количество материалов, которые я добывал. Я так расстроился. Сейчас у нас есть возможность убить их до того, как они... Лишат меня денег. Понимаете? Отличная возможность. Надо пользоваться. Я вижу крышу, но, скорее всего, туда не заберусь. Ай, у меня скрытности не будет. Я забыл, что на предстоящей миссии у меня не будет скрытности. На движение. На движение. На движение. На движение. На движение. На движение. Шестерых убить ты сможешь? В общем, шесть человек. Откуда ты взял шесть? Никогда безликих в таком количестве здесь не было. Я же не запускал. Скорее всего, их трое максимум. То есть они как раз на 45%. Каждый на 15 уменьшает. Вот получилось так. Какие шесть? У меня же всегда офицеры сидели здесь. Вижу безликого раз. Правда, здесь безликие в пачках еще присутствуют. Вот как в прошлый раз. В два раза инком был 130. Как выйдешь из миссии, посмотри, сколько материалов валяется на карте. Хорошо. Но 130 это не в два раза. Там как раз типа 270 было в прошлый раз. Ты не читаешь? Там пишут. Там пишут. Сколько их? Да ладно. Что? Нет, шестерых я не убью. Так, эти уходят. Блин, я бы, конечно, снайпа наверх поставил. Что-то здание трындец как мешает стрелять. Опасно, конечно. Ну ладно, подходим. Да, писали шесть. Офигеть. А как так? Ну, видимо, офицер не справлялся со своими обязанностями. Тогда мне не нужно подходить снайпом. Мне нужно его... Они же спокойно запрыгнут наверх. Что за пушка зелота? Ну, новые клинки я хотел бы сделать. Мне кажется, надо вправо уводить обычных всех. И надо его кидать, успевать тоже. Не, шестерых будет крайне сложно иметь. Да, у меня тут есть лазерное оружие. У товарища есть топовый снайп. У меня снайпера тут вообще могут раскатать. Изи. И мне бы увидеть, сколько там и где они, самое главное, находятся. Я пока вижу только один пак. Второй, скорее всего, где-то здесь. То есть мне нужно сдвигать людей от снайпа. По-хорошему. Реально сдвигать людей от снайпа. Да. Эти возвращаются. Но я бы этих тоже попробовал сдвинуть от. Пока не поздно. Хотя они его увидят в любом случае. Вот дальний могут не увидеть. Да. А вот ближний не увидят. Так что подходим. Пытаемся их расстрелять. И выставить человеком. А лучше всех выставить сюда. На стрельбу с бонусом. Чем ближе, тем точнее. Я даже и снайп-апа ставлю на овер. Потому что он все равно попадет. И тогда ему точность не нужна по безликим. Ясно. Они уходят сейчас. Ладно. Подойдем тогда. Подождем их на следующий раз. Но шесть безликих это проблема. Может быть даже имеет смысл. Сейчас подойдите поближе посмотреть. Где они там конкретно. Чтобы заранее занять инвизную позицию. Но с этим все равно придется справляться. Да. И кроме шести безликих там же еще пак будет. В чем проблема. Ну, поблизости, типа, и следующего пака нет. То есть, в целом, мы... По крайней мере, на какое-то время снайпер в... А, доход был 130, дали 15 баксов. Вот. То есть, шесть безликих 90%, да. Тогда понятно. Точно, там же. Все правильно, все правильно. Реально шесть безликих сейчас будет. А у них вот такое количество. Вот это безликие ходят. У них же здоровье, мамы не горюй. Все, погнали. Ну, с этими, ладно. С этими мы должны справиться. А вот дальше я повстанцев буду прям вправо уводить полностью. Снайп стреляет. Раз. Просто. Вот. Никакого лута. Это байт. Промок 75. Ну, здесь-то да, здесь. Блин, два лута. Шесть безликих, Миш. С удовольствием. С удовольствием. Я проходил почти до туда. Не, это отдельный пакт, понятно. Я сомневаюсь, что надо идти за лутом. Слишком это рискованно. Ну, я рискую. Вроде не увидел. Ядро модифицировано расширено уже в хороший плюс очень. Еще ядро. Офигеть. Мне то, что нужно для... Все, уходим назад. Кинуть эвак надо. Кинуть эвак скорее к снайпу. Куда-нибудь сюда. И сделать так, чтобы спулили люди, максимально находясь от снайпа. То есть, самая главная здесь задача, это чтобы дистанция твоя у главного демидж-дилера была максимальная просто. Максимальная. То есть, нам будет дойти до этого угла и пройти вот сюда. Вот как-то вот даже, может быть, обходить, что ли, там, хрен его знает. То есть, я знаю, что они где-то вот здесь тусят. И мне не нужно сюда их пулить, потому что они побегут на меня. Поэтому давайте передвигаемся раз, передвигаемся два, три, четыре, шесть безликих, капец, шесть. Почему для экспо не добиваешь снайпу? Ну, забываю просто. Меня сейчас другие вопросы беспокоят. В целом, бронька у них есть, лазерное оружие у кого-то есть, гранаты тоже. То есть, это вопрос... Да, слышу. Ну вот отсюда их и надо пулить. Там будет пак плюс шесть безликих, если я правильно понял. Офигеть. Этими товарищами надо все-таки держаться вместе. Потому что желательно, чтобы люди целенаправленно шли на себя, так как эффективность граната возрастает. Да, блин. Прямо действую согласно плану. Все, полуходы. Хорошая новость в том, что я снайпа скорейся спасу. Если его не шотнут за раз, то я его спасу. До него бежать долго, у него эвак через три хода появится. Хреново встал. Все, тут край карты уже, все. Вот это вот. Самый-самый краешек. У снайпа будет всегда много целей напострелять. Это вообще, не беспокойтесь. То, что там домик какой-то, забейте. У него... Только успевай перезаряжаться. И желательно, надо будет попотравить людей. Сперва патруль. О, спулили. Погнали. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Капец, их реально там много. Стоп, там же взрывай... О, там канистра есть. На которую я, скорее всего, не докину. Давай, пока подойдем. Блин, там канистра есть. Это очень круто. Мы можем сходу бахнуть. Бахнуть. Там не при всем желании нормально не разбегутся. Погнали. О, не пулем. Все, тогда не пулем вообще. Еще один ход. Так, я точно закидываю. И... Превращаются. Первый пошел. Что, постепенно будет? Не, ну если постепенно, то все ок. Я не против. Сколько я спулил? Одного спулил. Не факт, кстати, что стреляю по этому и... Надо его подпускать на оверейте. Принимать. Но я не хочу ближе подходить. Вдруг они... Реально он один подбежит просто ко мне. Я его спокойно убью. Потом второй, потом третий, четвертый, пятый. Промах, промах. Попадание. Промах. Блин, это мы в пятером постреляли по нему. Да, они очень маневренные. Ну, мне нравится подход. Снайпом добиваем раз. Представьте, шесть человек плюс пак еще. О, вот и повышение. Да, надо было добивать. Он одинокий волк. Он и там сверху. Еще яд. Правда, снайп посвалится. От фатига. После этой миссии. Как бы мне... Так же спулить по одному, а? Не знаю. Может, сразу закинуть туда гренку, а? Спулили уже. Все, погнали. Ракетчик. Ой-ой-ой-ой. Офицер ракетчик. Первый, второй. Активно три. Справа активно три. Это четвертый. Еще один. Ну, должны докинуть. Там все рванет к чертовой бабушке. Офигеть. Офигеть. И последний. Да, их реально шесть человек. Да, я тоже не видел никогда так много вместе. Ракетчик. О, это тоже взорвется. Ну что, пробуем? Погоди, давай другим попробуем. А, нету, да? Не, есть. Погнали. Раз. Ой, там подлагал. Это значит много ивентов. Погнали. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ой, идите сюда. Ой, там рвануло просто. Снайп видит хоть кого-то, хоть кого-то. Есть три цели у снайпа. Раз, два, три. Сейчас мы туда полирнем еще гранатами. Начнем с гранат у людей, у которых нет... Ты не докидываешь, да? Тебе дезориентация Но мы точно здесь всех не убьем Поэтому надо дезориентировать первых Или пострелять 90-60 Нет, у тебя что-то вообще никаких вариантов Дезориентируем этих двоих И... Все, раз То есть взрывать мы... Желательно вот этих не взрывать ради лута А вот этих вот можно с чистой совестью взрывать Но, к сожалению Я тут если достаю, то так достаю По-хорошему нужно еще 50-50 Я хрен попаду здесь еще Не, придется, видимо, всех взрывать Прям всех взрывать Погнали на фул Дезориентировать в том числе дальних Надо Вопрос только кем Подбегать Взрывать, наверное, раз так Ну вот этих вот надо убивать Потому что они добегут все равно Добыча уничтожена Жалко 1-2 урона Что? 74 Ладно, давай так А вдруг лут Есть Хорош Дальше у нас дезориентация на всех Но они регенятся еще будут Не забывайте Каждый ход То есть мне сейчас Желательно А, у снайпа один остался Ладно, снайпер Вырубает дальнего Ну, у него 7 урона минималка У него 6 хитов Крит на 13 Здравствуйте Можем второй раз выстрелить 42 Не очень Ну у него смерть с небес Может быть надо было подойти Сейчас поближе Но они не должны подходить Даже ближе не должны подходить По идее Не, подойдут Ой-ой Вот эти двое ближе Не могут подойти Эти на рывке подошли Это ладно А вот эти, кажется Хряпнут меня Да, сейчас удар будет Держись Не, я не подошел Ну все Тут гренка-гренка И до свидания Ровненько стоят Ровненько стоят Все, погнали Что там, снайпер видит? Не видит Жалко Не видит и не увидит А вот это плохо То есть ты атакуешь Ты без гренок Ты без гренок Ты только с одной гренкой Есть опция Дать дёру Учитывая то, что у нас всего одна граната Этого не хватит По урону Они начнут налево-направо нас бить Но лут Согласен, Михаил Неприятно Как насчет Отступить на половинку Кинуть гренку Раскайтить их И взять лут Великолепная идея Кто за лутом пойдет Ты пойдешь за лутом Моди все равно прикол Спасибо Как раз мне там Одному снайпу Необходимо Ты убегаешь сюда Вы убегаетесь Куда-нибудь сюда Сюда Каверни тебе не нужны Все равно толку нет Ты закидываешь на них Дезориентацию Ну они регенятся Сейчас будут Ну по крайней мере У меня снайпер сможет Атаковать их Блин там здоровые Они регенятся По четыре Офигеть Ой Без снайпая Это не выигрывается Вообще Хотя у них сейчас Откатятся гренки КД И я реально смогу Если они будут Толпиться Они где-то на пять клеток Ходят под дезориентацией Даже с флхп Этот подальше Потому что ему Дерево не помешало Не ну это все равно Плюсовая миссия Вы что Огромное количество трупов Лут При этом еще Убежище будет Ну не будет штрафоваться Так конским Образом Оно успеет В этом месяце Принести нормальные деньги А не штрафануться На девяносто процентов Капец Как вас много-то Дым Граната 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 В КД Надо ближнего Пытаться отстреливать Раз Пошел выстрел Восемь урона Всего лишь Ладно Два пробуем Этот на дистанции Хороший Минус один Да у меня дезориентации Больше нет Понимаете Есть небольшой казус Есть небольшой казус Я должен отступать Как-то Желательно даже И делить их Желательно Фокусировать По одному Взял Стрелял По другому Восемьдесят девять Два Ну че Можно добиться Я зря драматизирую Они даже не шотают Скорее всего У меня с одного Промах девяносто четыре Только расслабился Сразу Нано Теперь дезориентации нет Они идут на полную Но я достаточно Хорошо отступил Дым кидай Станет настоящий триллер Да 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 Вот Если я бы находился здесь Он бы ударил На второе действие Бесочка Моя хорошая Надо Надо Бесочка Бесочки сейчас Капельницу будет ставить О И этот Отвлекся Не знаю Хорошо это Или плохо Но Мне нужно снайпом Теперь работать По По ближнему Только начну я С того что Этот по нему Постреляет Ну чтобы добили И возможно Появилось второе действие Правда шанс 63 Всего лишь Ну попал Молодец Что с кошкой Болеет она у нас Простудилась Кажется У нее сезонное Такое 7-12 Не факт Убили Хорошо Снайп Молодец Перезарядка А здесь нам не хватит Чтобы бить Поэтому надо Продолжать Кайтить Помним что У них еще Сплэш Стреливаю Дальнего Блин Как же мы мочим Два Столько трупов Столько экспем И Размочили Ну что ж Нас не будут Теперь штрафовать 11 человек Это самая жесткая Миссия Из подобных На моей памяти После миссии Инжа В этот регион Для материалов Может быть Хорошая идея Но Правда Сюда может Террор Прилететь Тогда ты Инжа Будешь спасать Вместо Так Снайпер Получает Еще одно Повышение Ой Так Снайпер Не докачивал Дальнее наблюдение Позволяет задействовать Общий вид Овервотч Малозаметный Подсвеченный Голографическим Прецелом противника Стоит под воздействием Фиг ты еще на один ход Ну это бесплатные Типа перки Но мне ни один Не нравится Если честно Ну овердальний Конечно неплох В целом Да Давай овердальний А за дополнительные Очки Увечья хорошие Обездвиживание Цели Давай его возьмем Стоит дешево Добавляет Прекрасные Возможности Ядро Алегия Три штуки Восемь трупов Безликих И требуется отдых Вот Улетел снайпер После миссии По стрессу Да У него была Миссия Надо было ему дать отдохнуть, конечно. Но без него бы мы могли не справиться здесь. Надо кого-то назначать в регион. У меня нет снайпера. И отрицательная черта еще. Нельзя так делать. Маниакальная перезарядка. 8 человек у нас здесь осталось. Так, пока временно штурмашану, нужно думать, где мы снайпера будем брать на это убежище. Потому что... Искра сделается скорым. Ресурс через 7 дней. Ниженка на губу его. Ну, тут пока у меня только минорные миссии я могу выполнять. Потому что мы уже зарядили. Плюс отдыхаем после штурма. Искра готова. Появились ядра. Поэтому можно что-нибудь такое сделать хорошее. Денег нет, но это решается. У нас одних трупов там валом. Игольчики надо сделать для штурмашея. Сто раз говорю, но я штурмашею уже отправил. Сканер боя желательно будет сделать. Зажигательные хорошие грянки. Тоже надо их начинать практиковать. Давайте продадим чего-нибудь, чтобы не ждать 7 дней, чтобы инженеры в зоне испытаний у нас поработали немножечко. Труп офицера, кстати, представляет интерес. У нас их парочка, продам. Это со старого бонус. Лазерный прицел минус. Да уже хватит. Надо обязательно заглянуть на черный рынок в начале следующего месяца, чтобы посмотреть. Так, военно-полевая. Это у нас бонусное лечение. Вместо 4 единиц 6, кажется. Стреломет неактуален. Хранитель тени, если после грейда, хороший будет. Хамелеон нет. Коготь позже можно. Осколочные есть у нас искра. Игольчатые не хочу, потому что есть ядовитые. Кстати, отравленных надо сделать единичком. Не вижу отравленные. Скольчатые. Военно-полевая. Блин, где они? А, я их просто производить могу уже. Мне не нужно их производить здесь. Тут же один раз только нужно сделать. Давайте, хотя сканер боя зачем, если у нас спецы с обилкой уже почти все. Зажигательные хорошо. Давай. Зажигательные. Хранитель теней это пистолет, который дает при случае убийства тебе маскировку. Хорошая штука для ниндз, для того, чтобы заходить. Так. Теперь рекрутингом позаниматься. Или, по крайней мере, дораскачать регион. Может быть, мы с материалов уберем. Мне прогнозируют 550 баксов, но мне кажется, что в этом регионе тоже безлики. Так, МЭКа разобрали. Что дадут? Да, голографический указатель, протокол синий экран, экранированный бит. Это для МЭКа. Гологографический указатель повышает видимость цели и меткость союзников по ней. Бит. Улучшает урон и медицинскую эффективность. Протокол синий экран. Количество механизированных противников со стороны Адвента разрушит... Представьте, посоветовал на те способ отключить ядро операционной системы. Соглашусь, хороший вариант. Что? Протокол синий экран. Это отдельное исследование? Видимо, в зоне испытаний. Так, по-быстрому вскроем или пойдем уже... А что, по броне мы не можем никуда идти. Продолжаем скрывать по щитоносцам. Протокол синий экран. Что это такое? Учитывая количество... Видалец поддерживал ваш канал на 100 рублей и сообщает я возвернулся. Всем бобра. Короче, это типа исследование в проекте. За два дня проект сделается и что-то нам даст. Боеприпаса. Хотя есть боеприпас на взлом. А, патроны плюс трипотехники с шансом дезориентации. А-а-а. А, но пока зажигательные делаем противобиологически хорошо, хотя я бы зажигательные патроны бы лучше посмотрел. Взаимосвязь пока эту игнорим. В госпитале от негативных черт можно, кстати, отправить максимум. Фух, что же делать? Еще в партизанке как и предрекали мне товарища, денег не хватает. Головорез, игнор в рукопашке. Назначение. Это у нас тут рекрутинг. Нашли мы еще одного человека, еще одного безликого нашли. И надо возвращать товарищей здесь на разведданные, потому что скоро миссии подойдут. О, выполнили. Ребята, контакты с сопротивлением плюс один. Еее. Там шанс был 38%. Молодцы, молодцы, порадовали бобра. Так, мы можем увеличить влияние во фракции. Техсержант у нас освободился, на техсержант у нас только берс. и есть шанс попадания в плен и засады. О-о-о-о. Мы можем снизить попадание в плен. Но у берса, кажется, нет нормальных пушек. Дробовика тоже нет. Хотя бы ему дробовик выдавить. хоть если я закину туда еще штурмовика попадания в плен засады все равно 25 сохраняется, да? Давай-ка ему дробовик сделаем. Уберем у у Жени или у Хелки. Кто у нас там поопытней? У Жени. Берем эквип. Поставим, соответственно, берсу рейнджера и пошлем приказы в Ленина фракцию. Быстрее сможем там босса найти. Нам же еще надо от безликих избавляться, иначе они штурманут базу и все. Не хочу Женица, он пока рановато заходит. Ну, то есть на него эквип нужен, он мне как человек не нужен сейчас. Штурмовик, штурмовик, снижаем. Ну, не хочу, в плен это самое вообще гадкое. Прямо самое гадкое, что можно придумать. Перепроверяю пушки, но вроде все ок. Погнали. Засада 25%. Опять разве данных ни хрена нет. Что, возвращаемся к скану сюда? Очевидно. Ну, и сейчас миссии пойдут, очень долгий менеджмент идет, из-за того, что миссии долго подготавливали, и в целом эвакуация випом. Ну, вот, пожалуйста. Прерывай операцию. Сила адвента увеличилась. Капец. И там не такие опытные товарищи. По нейтрализации вроде я там был с запасом. Опа! И здесь, вот он. Прилетела карательная. Ну, хорошая новость, я специально летела в этот регион, чтобы не встречаться с убийцей. Здесь будет у нас жрец. Это террор. Это террор. Это террор. Блин, чуть-чуть не успел. Надо сейчас идти продавать трупы, получать деньги, пытаться... А, стоп, у меня топовый отряд фатиги. Ну, ну, повыходили. Хромовник вышел. Да, уже хорошо. Ну, хромовник, искра есть, топовый спец, хорошо. Гранатометчики есть. Наберем, наберем. Заступник есть. Ну, нужно хромовнику пушку сто процентов брать. Специалисту гремлина сделать обязательно. Броньку еще сделать, скорее всего. Короче, полетели, полетели продаваться. Еще броню хромовнику нужно сделать. И пушку, и броню. О, где-то баксов сто пятьдесят нужно. Вынь да положь просто сразу. Труп офицера. Вряд ли. Труп сектоида можно. Три штучки. Труп солдата я уже наделал. Думаю, можно продать. Мод прицел вроде как нужен. ПБМ-ку. У меня нет на овервочу никого. Трупы редкие лучше не продавать. На пушки сейчас нужны обломки тоже лучше не продавать. Лерии мы уже проходили. Планшета три штучки не нужно. Без лик его можно продать. Расширенный маг можно продать. Этот не нужно продать. Продавать. Приклад один можно. Ну от 120 получилось. У нас только на продажу после той миссии. А где аватарные часы? Да у нас еще не дошел до конца этот проект аватара. Производственных предметов. Первое, что делаем, это броня храмовника. Дальше. Оружие храмовнику. Он и так крутой, а будет вообще псих. Еще баллистический щит, но я не помню щит он что у нас. Щит, кажется, дает деф в гранатомет улучшенный обрезы. Гремлин МК-2. Где, алло, где моя пушка в воздушке? Или это в предметах у меня? Не в предметах. Вот он. Штормовые перчатки. Три кристалла, три сплава, 35 материалов. Ну это такой зелот крутой будет. Учитывая его там обилки, это просто бомба. Броня, плюс 3 хп, плюс бронька. Перчатка, урон 4-6, 6-9, полтора раза, бах. Щит, давайте сделаем. Гулять-то гулять, правильно ведь? Ну, миссия будет сейчас очень жесткая. Как бы тут... Миссия будет очень жесткая. Так, ну тут удар щитом, но я его не качал, к сожалению. Чтобы защитный жилет сделать. Нет, денег нужно значительно больше. Ну, хотя бы пару бронек сделать. Хотя бы на низу, на контактного и на специальность сделать броньку. А сплавы заканчиваются. То есть ты просто делаешь одну броньку и расслабляешься. Не зря, кстати, сплавы на эти поменял. Броня хищника раз. Ну и дальше один сплав там на какой-нибудь патрон, может быть, или еще что-то. Вот погуляли. В следующем месяце сможем на через три дня там прикупить немножечко, но давайте готовиться. Так, там защищение, защита подключения. Я не помню, должен быть здесь снайпер с магнитной винтовочкой. Фатижного ниндзя не берем. У нас есть боевой ниндзя Шкодка Бесса. И сразу, пока не забыл, так, топор, защитный костюм не делаем ей. Возьмем лучше гренку. Ну, хромовнику защитный. Он будет... Хотя, подожди, не. Ему-то почти плевать на все. Ему реально почти плевать на все. Я ему взял аптеку, потому что я ему взял еще лечение. Ну, смотрите, его должны ранить. Его могут ранить, его должны ранить. У него специальные обилки взяты такие, что его не убить первый раз есть статис, и что он восстанавливается, невзирая на какое ранение, там, минус 6 у него здоровья будет. Это не будет считаться ранением. И при этом у него увеличивается урон на 50%, если у него здоровье меньше 50%. Так что, как бы, этот человек будет на грани играть. Дальше искра, довольно стандартная, простая, но она теперь уже будет бит сделать, но бит я... Че, как я бит сделаю? Где он, интересно? Кранированный бит, 40 материалов, один сплав нужен. Починка была бы эффективнее. Специалист гранатометчик 100%. Гранатометчик, надеюсь, не будет лагать у нас. Гранатометчик с протоколом. Гранатомет гранатометчику еще бы сделать. Ну вот, нет, видите, ресурсов. Сильные бронеплиты. Да и оружия нет. Ой, это будет непростая миссия. Заступник, да, потому что заступника броня и заступника магнитка как бы уже есть готовая. Спец второй точным. Блин, усталость. 44 часа не успевает. Скоро возьму еще одну. Ну, потому что у нее пушка есть магнитная. И у меня один слот всего остается. Это в целом неплохо. Можно взять не очень опытного спеца. ниндзя без пушки. Да, тут никто уже. Тут все без пушки, кроме пулеметчик. Пулеметчик, кстати, может на этой миссии пригодиться. Ну, потому что у него есть действительно лазерное, по крайней мере, оружие. И у него есть крауд-контроль какой-никакой. А здесь может пригодиться массовый сапресс. А по модулям что? Экстренная стабилизация Зилку, наверное, не особо нужна, да? Я бы ему мобильность добавил плюс двойку, плюс тройку, но продвинутая адаптация вряд ли. Кому мы можем модуль выдать ценный? У заступника гиперчувствительные зрачки я бы поменял гиперчувствительные на на вот эту ПБМку. Не понимаю, почему не могу поставить ее. Видимо, потому что модуль хуже по качеству. Давайте пули еще выдадим здоровье тогда. Счастья, здоровьем. Мод прицел надо кому-то еще выдать. Ну, а кому? У Искры у нас прицел должен быть. А, у этого лазерный прицел, да? Давайте мы дефицитерный прицел вместо крита. Да, и гремли на МК же поставить еще нужно, точно. Совсем забыл. сделал и и не сделан. Еще сделаю усиленные брони. А давай-ка второй защитный жилет сделаю лучше. Как раз, чтобы мне не делить хромовник. Потому что его могут зажечь, я бы не хотел. Плюс он еще здоровье ему добавляет. Ну, это террор, друзья. Это террор и босс. Гремлин МК 2 плюс взлом. 89 плюс 20. Такой взлом шикарный. Еще в сочетании с протоколом бронебойных патриков нет, Миш. Ну, у тебя есть две искры, которые драколы. Реально, две искры с драколами и с голографическими метками. Ну, и есть гранаты, которые разбивают броню. Патриков обычных не хватает, но они стоят всем. Вот я бы отравленные взял. Здесь материалов стоит, несложно. Кристаллы Лерии всего лишь. А кому ты, Патрик, бы этот выдал? Хотя бы заступнику, плюс единичка урона и дебаф. Хорошая идея, Михаил, давай. Так, щитоносца в это время оказывается стаси жилета, патроны стилет. Опа! Патроны, созданные на планете не роботизированы. Кстати, жилет добавляет здоровье, способен восстанавливать здоровье солдат, получивших хранение. Взрываем кресу. Чувствуете сразу, миссия и ученым работаем на полмесяца. Они там повскрывали, все рассказали. Кристаллы Лерия нельзя. Мод приклад, магнитный пистолет, ПБМ-ка. Давай расширить на магаз. А тебе там много не надо, 14 этого хватит вполне. Так, террор. Желательно вообще проходить его, конечно, без ранения основного состава, в идеале без потери среди мирного населения, но вы же знаете, там подожгут. Ооо, у нас же реально там защитный жилет вот такой вот зайдет хорошо. Он же жечь будет всех. Он же будет жечь всех точно. Производим предмет отравленный патрон увеличивает урон на единичку, лишают противника мобильности и точности. Так, сделаем. Че, погнали. МК. У хромовника есть навык крепости, знакомься, да я в курсе, что у нее есть крепость. Зачем тратить очки на навык, который заменяется одним слотом, при том, что у него слоты и так свободны. Переподписан 53 месяца. Спасибо, фанатик, за переподписку. Я же неоднократно об этом говорил по поводу этой крепости, которая фактически дает половину того, что дает жилет. То есть, жилет дает хп плюс неуязвимость к определенным вещам, а крепость дает просто неуязвимость к некоторым вещам. там на этом тире есть полезные, более полезные штуки, полезные штуки. Ладно, погнали, друзья, с богом. Далеко не у всех броня, надо готовиться к худшему. Миссия очень сложная. То есть, это стандартная защита подключения, это террор, на котором обязательно будет вражеский босс, с которым я не встречался в этом трае, а он мог продвинуться весьма знатно. Вопрос возник, почему не изучаешь расширенный магазин и профита нету. Да это, кажется, изготовление того же самого мода, что и обычный расширенный магазин. То есть, ты просто делаешь себе модификацию. Так было в оригинальной игре. Это если тебе хочется модов понаделать, пожалуйста, делай. Тут избранный маг и волшебник. Сразу пул. Плохо. Первая пачка. Где? Вижу. Кто? Три змеи. Три змеи. И я очень далеко. Капец. Три змеи. Ладно, две стоят близко. Первое, что делаем. Сразу команды бегом. Скорее всего, сделаю еще скан. Но скан далековато. Буду забираться на эту крышу. Через нее бежать. Так короче, во-первых. И... Блин, опасно. Опасно, мать моя женщина. Очень опасно. О, ремонт есть теперь. Бит способен подлететь к любому дружескому роботу отремонтировать. Я думал, сразу до сюда допрыгну, не допрыгну, не допрыгиваю. Ну, вообще тут... я бы начал с леммингов. Снайпа, как это ни странно, на крышу надо, но непонятно, как выходить. фланг не сделать. Но в целом, змеи... Главное, разбежаться, чтобы яда не было. Позакидывать их хорошенечко. У меня тут у людей дробовики есть, лазерные. Броня повыше стала. То есть... Ну, начал бы я с выхода все-таки, посмотрел бы, не спулили я следующий пак. Так, здесь у нас угол, да? В целом, центр карты, это вот он, где-то, да? То есть нам нужно сторониться левее, левой стороны держаться, учитывая то, где пак появился. Вполне возможно, остальные находятся вообще далеко. вышку вижу. Этот с двойным выстрелом... А, с верным выстрелом. С верным выстрелом, товарищ. У них есть еще какие-то способности, у некоторых бывают. Кроме брони и верного выстрела вообще ничего не вижу. Негренку тебе кинуть нормально, ни черта. Снайп может, и, наверное, здесь нужно с места будет стрелять. Хотя ты можешь... А, ты не можешь переместиться. А, у тебя гиперчистительные зрачки. Это БСП. Да, БСП надо заводить наверх, как там. Помни про Стасис, помни про... Ладно, давай здесь пробежим ниндзя вперед. Проверяем поблизости второй и третий пак. Не блокируем крышу, просто подходим. Раз. Хорошо. Никого не обнаружили. Это повод на фулл подбежать. Пока не буду овердрайв тратить. Потому что ошибка. Не, не ошибка. Что полхода сейчас не так важно, как... Так, пектар не лагает. Это тоже очень важно. Когда первый пак вот так пулится, ты почти... Ну, здесь дезориентация сто процентов. Это единственное, что нормально может сделать вышедший человек. Дальше гренки пытаться снести вот эту вот мусорку. Возможно, подсократить человеком с дробовиком. к сожалению, тут уже может быть отравление. Возможно, остальными даже не выходить, чтобы не провоцировать отравление. Ну, что, фулл каверы есть. Мусорка, кажется, не выдерживает сильно. То есть, мы ее реально можем снять. Снайли мусорку. Отлично. Змея выбрала не самое удачное место. А, подожди, никакого яда не будет. Они же дезориентированы. У тебя есть опция сейчас выстрелять ли снайпом или нет. Пока что-то не хочу. Но у меня есть подозрение, что если я заберу сейчас наверх, снайпер, во-первых, может увидеть больше, чем нужно. Во-вторых, он флангуется, у нее нет нормальной позиции сверху. А вот так я боюсь приходить слишком опасным. Здесь есть фулл кавер неплохой, но... Ладно, давай, давай так заберемся наполовинку наверх, осмотримся. Что у него смерть с небес есть. И гиперчувствительные зрачки, хотя гиперчувствительные это не то. Так, подходим все-таки, да? Здесь 98 раз. два лемминга, что такое? Сейчас, кончик, друзья, минута паузы. Держитесь. Здорово, кореш! Привет! Кореш! Неплохо. Я могу флангануть одну змею, но потом у меня не будет опции. Ну, то есть меня расстреливают тут хорошенечко. Было бы неплохо пострелять по ней с флангом. Ну, снайпа прячу за... рискую за фулл кавер. Ну, по крайней мере, да, он никого не увидел. Зилот рвется вперед. Но я бы запрыгнул на крышу для начала заступником. Ну, чтобы убедиться, что на крыше меня не ждет еще пачка, и я такой... Такой, здравствуйте, извините, я не ожидал вас, мне некем вас убивать. Да, и заступник, скорее всего, просто бежит вперед дальше. Пока что рвемся очень хорошо. Мне нравится. Так, как насчет верного выстрела? Ну, у тебя дробаш. Дробаш это неплохо для верного. 80% бах. Царапина. Возможно, стоило... начать с гренки. Дыма нет, увы. Я уменьшить вероятность... могу только... гранатой. Но они мне пригодятся. Хорошо попал 50%. Зилот реально бежит. Вот зилком можно врываться прям лицом в паке. Четыре человека, у него сплэш. Неуязвимости всякие разные. Все, мы здесь на полную сходили. Я не хочу сильно рисковать, поэтому ближнюю змею, пожалуй, добью гранатой. Ну, лут, понятно, но сейчас будет стрелять, полукавер, добыча уничтожена. А вот и герой. Герой сразу появляется рядом с нашими. Герой маг. Он может ожог души делать, вызывать людей. Ой, у него дофига всего. Агрессия, причем старого образца. Крит максимум 30, а у нас максимум 15. Аналогичная способность. Концентрация царапины в попадании. Кинетическая защита. Если промажем, у него будут щиты, мазать нельзя. Если близко бьем, будет царапина очень часто, звезда ринга. Флангован их бахает, и он на оверах стреляет. Жнецы по нему получим. Ну и от взрывов. Короче, надо его забомбить, естественно. Ну и помним, что у него родная билка есть из серии... Но он страшный. Он может тебя уж... Конечно, может уж садить. И не забываем, что у него мастер ближнего боя. К нему не подойти так просто. О, нет. По передатчику, кажется. Ой, молодец. Это очень хорошо, что он стреляет по передатчику. Второй пак уже здесь. О-о-о-о. Все, надо нашими рваться. Максимум, что мы можем увидеть от третий пак. Стреляет уже полукавер. Блин, нет. Держимся, ребят. Держимся. Блин, как нашим повстанцам тяжело, а? Так, надо врываться. Надо врываться. Возможно, даже повстанцами перемещаться сюда. Ну и снайпер уже... Снайпер уже... В хреновой позиции. Я бы сразу заступника фланганул. Нет, сначала нужно ему броню снять хотя бы одной гранатой. Выбрать кого-нибудь из наших. И закинуть гренку по нему. При этом надо убирать сразу фланги. Как убирать фланги вообще? Ладно, кидаю в заступника. Жалко, что мы не успели подойти. Кидаем в заступника. У меня действует приказ на дополнительный урон от взрывчатки. То есть мы броню у него сейчас всю снимем. Он действует. Сейчас куда-то перебегает. Запрыгивает на крышу. К снайпу. Но фланг сохраняется у заступника. Фух, ну... Че делать? Подходим, подсвечиваем, стреляем. Метки 74, но мне главное его подотравить. Есть, 5 урона. А че, отравление не действует? Не действует. Черт, я очень далеко. Как же мне там ребятами держаться? Вот это настоящая проблема. Ну, через крышу быстрее всего, конечно. Убежала я скоро раз. Можем ли мы змейку вот тут ушатать кем-нибудь с фланга? Не знаю, кем-нибудь ближним. Я слишком далеко. Ну, можно вот так фланг встать и по ней пострелять. Но это дробаш. И я подставляю сразу спину. То есть, то, что они с разных сторон, это, конечно, проблема. Есть опция просто зайти внутрь. То есть попытаться... Главное не толпиться, а то всех подожжет. Попытаться немножко перегруппироваться, чтобы не получать. Ну, ради чего я здесь? Вот ради лута. И так его могу взять. Да, снайпа надо убирать отсюда. Он слишком ценный. Его надо убирать. Вот сюда на крыше ставить. Здесь он всегда будет в куче. И всегда будет терпеть. Только надо это сделать после того, как мы... После того, как мы... Так, пробегаем. Господи, реально мне нужно еще хода два для того, чтобы дойти тупо до них. И при этом хотелось бы убивать. Подходить к нему близко я не могу. Потому что, во-первых, у него мастер звезда ринга, или как называется, уклонение с ракет. Во-вторых, он будет просто отстреливать всех, кто к нему подходит. Это как бы самый главный аргумент. Тут надо выделить все равно человека. Либо отступаем, либо выделяем, там, закидываем дистанционными штуками. Я склоняюсь больше к отступлению. Больше вопрос меня беспокоит. Хотя не передатчик будет мочить. Ай-яй-яй-яй. Да можно тут флангануть, это понятно. Да я думаю, как мне... Как мне от тех прикрыться, от тех прикрыться. Ай, черт. То есть тут в любое место можно зайти. Тут двери, окна вообще без проблем. Эта штука взрываться может. Точнее, она взрывается, но до него, кажется, не достает. Да, мне кажется, надо использовать то, что... У передатчика дохрена здоровьем. Ой-яй-яй. Так, ниндзя, давай вправо уйдем, посмотрим, что у нас там по следующим пакам. Хотя, подожди, какие следующие паки? У тебя ниндзя, который режет просто налево-направо. Гоу. Дезориентация на Чоза не действует. Так, я не попаду меткими, естественно. Да и просто не попаду, если я его оттуда не дерну. Этот пак мне сильно мешает. Если бы его не было, мы бы, конечно, змейку ушатали, и этого бы еще прогнали. Но любое действие, выход сейчас провоцирует фланг. Сюда я не могу. Действие закончилось. Тебя не флангуют? Тебя флангуют. Блин, минус один уже, как минимум. Может быть, минус один. То есть, желательно закинуть все-таки дезориентацию. Тут фланги у всех могут быть. Вот этот флангует прям, прям, как хочет. Не, мне кажется, надо отступать сейчас. Брать двойные укрытия какие-то хитрые. Чтобы мы перекрывались. Чтобы просто нас было не так... Не так просто окружить. Ну и переживать. Как сейчас найпом пережить? Сам на крышу встал. Ну и у нас с фланга справа буду сейчас насиловать. Влево ухожу, там босс. Так, мы подставляемся под фланг. Ну, ему нужно вот куда-нибудь на эту крышу. Вот сюда вот. У него все равно цели рано или поздно будут. Но как до туда дойти и не умереть при этом? Это задача. Так, заступником спускаемся. Главное не толпиться еще. Потому что... Так, ты ладно, ты бери лут. А что делать? Элитное автозаряжение будет всервано суперский лут. Вставай, фулкавер, фулкавер. Здесь входим. Вопрос люб, куда? Это, возможно, фланг. Ну, дверь здесь пока закрыта. В целом, можно и тут спрятаться. Хотя тут будут видимые цели, как мне говорят. Видите? Так можно встать. Но это фланг от змеи. Вот, хорошее укрытие он нашел. Лучше бы ты это укрытие снайпу оставил. Снайпера, видимо, надо как-то вот так ставить. Фулкавер и подальше от Чозина. Что делать тобой? За передатчиком посидеть? Ну, гренки будут. Да, за передатчиком посидим. Ну и он действует. Во-первых, бафует змею. Делая себя практически неуязвимым. Телепортирует змею к нам в тыл, блин. Сжигает разум у заступника этот поджог. А я... У меня нет неуязвимости к огню здесь. Охренеть. Зилот пытается концентрации. Держись, только не крит. Минус вся защита, но плюс инерция. Ой, у него уже три заряда. Инстинкты охотника. Хорошо. Эти подходят. Второй этот на фулл подошел. На фулл подошел. Овервотч. Хорошо. Эти ход, типа, почти пропустили. Представляете? Это то, что мне нужно. Ну, я горю защитникам-заступникам. Прежде чем убивать босса, я должен, конечно, сначала ушатать змею. Лечение, скорее всего, сразу делаем для того, чтобы сбить... Нет, не факт. Горю-то я два хода. Блин, хорошо выиграл ходы. Просто хорошо. И Зилот протанковал нагу. И вот эти вот не подошли. Ну, то есть подошли, но не постреляли. У меня все лемминги живые. Это очень хорошо. Мне кажется, надо врубать форсаж. Гнать этого товарища на меня. Пытаться как-то. Помню, что там овер. А спец не может овер снять. Чисто случайным. На найку не хочу вырываться. Но здесь 2-3 урона. Не могу снять. Зилоту полезное ранение. Вот, серьезно, полезное. Так, может начнем с того, что поставим снайпа. Нормально уже. Раз, проход. Давай, это нормальный ход. Помним, что подходить к нему нельзя. То есть милишка будет работать против него плохо. То есть ниндзя и Зила должны прорываться к пакам. Зилку далековато бежать. Ай, в целом еще далековато бежать. Я бы поставил, наверное... Я бы его, конечно, попробовал все-таки кем-нибудь шугануть реально сзади. Есть у меня кто-нибудь? Есть дробовичок, который получит леча, как только выйдет. Плюс, возможно, здесь лучше разобраться с... С теми, кто подошел. Ну, во-первых, напрашивается гренка вот такая. Во-вторых, надо узнать, где находится еще один человек. И желательно это сделать, не тратя... И при этом гнать на себя. Кем-то жнеца. Вообще хзк. Так, окей. Что у нас там ниндзя сможет эту ушатать? Никак. Слишком высокая защита. Слишком высокая защита. Помочь мы можем. Мы можем шапнельку сделать. Нет, опор здесь низковероятный. Свободное событие его лучше оставить. О-о-о-о... Блин. Да, я думаю, овердрайв, не овердрайв. В целом, я мог бы подойти довольно близко к змейке. Под овердрайвом ее гасануть. Потому что если мы не убьем змею... Ну, во-первых, этот фланг оставляем открытым, а на снайпера она хороший урон наносит. Ну, 7 единиц она снесла только что. И, во-вторых, мы вообще не можем урон нормально наносить по этому. Поэтому давайте... Не, давайте шапнель лучше. Да, по одному шапнель хреново. Плохая идея очень. Пока другой не вижу. Здесь все еще проблема. Непонятно, что делать с дальним овером. Чуть отступить, дезориентировать этих, закидать гренками. Хороший вариант. Мне нравится. То есть этот стоит вообще отлично. Кидает гранату, там уже людям становится похуже. Раз. Красный туман застилает глаза. Бонус к уклонению утрачен. Но кем снимать мне овервотч? И где четвертый гад? Вот он, четвертый гад. Между ними стоит, да? А, нет, это второй, которого я почему-то перестал видеть. Где-то же еще есть один. Упырь. Здесь его нет внутри. Видимо, он где-то, где-то тут обитает. Ой, лояр, как давно тебя не было. Слушай, тут такая война у нас. Ты посмотри уже, что творится. Как бы мне зелком прорваться? Ну и можно свободно танковать, в общем-то. Я бы побежал к этому паку зелком. Погнали. Даже встал бы в открытку. Так. А, вот он, последний четвертый пак. Он оказался прям под боком. Хорошо, сейчас шрапнель сюда, это от искры. Вот на кого я ее хранил. Вот оно, ребятушки. Звездный час, овердрайв. Потому что придется и добивать. И сейчас мы этот пак просто унесем. Это все, что есть на карте сейчас. Плохо, что они зарезались прямо у меня. И по змее. И по этим. Представляете, как классно? Смотрим. Бах! Жалко, зилот у меня ушел. Сразу минус один. Все раненые. Может, зелку приказ добежит, а? Со сплэшем зарядиться туда, улететь, а? Не увижу я зелка. Искра еще стреляет. Не может стрельнуть нормально, да? Очень хороший врыв. Я даже думаю, что надо подходить сюда. Кидать. Да. Ниндзя побежал резать. Ну, он сейчас там просто устроит, смотрите. Забегает раз. Шкода Бесса забегает. Ракетчик. О, здравствуйте, ракетчик. Раз. Бросок топора. Оп. Дальше мы в кого? В Найку или не в Найку? Просто я не хочу фланг подставлять. О, мы наконец-то помехой можем снять Овервотч. Специалист подошел и снял Овер. Молодец. Могут наши товарищи сейчас свободнее действовать. Ну, отсюда он приказ отдать не сможет, я уже вижу. Мэг бежит. Возможно, Овердрайв, но это не точно. Скорее всего, лечение надо делать. Не толпимся, помним. За что? Он сказал, что ему 22, прикинь. И гордился тем, что он щегол. Шок. Просто шок. Ну и плюс у него никнейм пальто. Как бы тут. Не, наверное, Наю убью вот отсюда, чтобы с одной стороны за кавером быть. Вот. Чаузен. Ну, ему не нужно фланги подставлять. Ну, как мне убить последнего? Это я не в курсе. Ну. А Чаузену нет смысла стрелять, если ты не уверен, что его убьешь. Ну, я бы вышел сюда, че... Подставил бы Лемминга. Или верным все-таки... Я не вижу смысла его гнать, на самом деле, на меня уже. Змею убил, а урона все равно нет. Может, даже лучше здесь солдатов по это самое попробовать поубивать. Допустим, еще одна гренка, допустим, да? Сюда на двоих одного, скорее всего, убьем. Не факт, что отсюда попаду, но полукавер ставить не хочется. Но сам факт фланга мне нравится. То есть эти будут полухода тратить. Так что давайте стреляем по чародею. На, на 4 урона. Слабенькая жизнь у него вагон. И он уходит от меня внутрь. Это, кстати, хорошо. Не знаю, правда, чем еще не придумал. Ну, то есть ему нужно будет действия потратить для того, чтобы просто меня увидеть. Пол действия потратить. Это уже, считаю, неплохо. Здесь, скорее всего, надо и дезориентацию, и гренку кидать. То есть подходить штурмашом, потому что без... Ну, дробовик не работает на такой дистанции. Закидываем гранату, надеясь у... Ну, снять хп и, может быть, убить верхнего. Не убили. И закидываем, соответственно, еще дезориентацию. Еще бы этого... Ну, хотя здесь прикрываемся. Вроде флангов не так много. Он, скорее, фланганет. О, есть. Просто повстанцы пытаются удержаться здесь. Так, а тут что делать? Учитывая, что... Может быть, фланг на тебя сразу фланганут. Но ты за одного... Ну, как бы убиваешь одного, по крайней мере, товарища. Думаю, что это плохая идея. Можно действовать гораздо свободнее сейчас. Я имею в виду... Не бояться спулить третью пачку. Я сниму у вактера огонь все-таки. О, мы можем выстрелить... О, смотрите. Взрыв почелзану. Может он загорится. Шесть урона, классно. Хорошо, спасибо. Так, а теперь мы его увидим. Вопрос, зачем? Тут мастер ближнего не забываем. Фланг есть. Блин, метки-то не хочется делать. Семьдесят семь у него защиты. Восемьдесят восемь. Капец. Он защищенный. Восемьдесят восемь. Пробуем. Отравление. Есть! Девять урона и отравление! У-у-у-у. Хорошо. Можем поддержать. Например, овердрайвом. Можем шапнелька поддержать. Но это такое. Девять четыре девять. И кавера не будет. Да я за вахтера уже беспокоюсь. Он тут может от него получить очень хорошо. Фланга нет, увы. Супресс ему, скорее всего, будет наплевать. Его бы оттуда все равно увезти как-то. Потому что он мне сейчас снайпа может шотнуть просто с одного. Снайп слишком близко. То есть надо его сейчас вытаскивать леммингом. Четыре сейчас побежит. Еще пулеметчик может пострелять. Потому что он дернется. И... Есть. Как мы его гасим, а? Ай, молодцы. Сейчас, глядишь, еще мэки постреляют. Ой, под мэков подставился. У-у-у-у. Под мэка подставился. Больше половины хп сняли. Очень хорошо. К сожалению. О, есть выстрел у мэка. Ой, 8-12 с магнитки. Куда-то прибежал. Мастер ближнего. Ай. Мимо. 9. Сейчас еще до второго выбеги. Не, не выбегает. Нужно овердрайв делать. Что-то сверху может помочь. Чуть-чуть осталось, блин. Чуть-чуть осталось. Не, не, не можем. Ну, я понимаю, что мастер ближнего сейчас сработает. Но... Я готов танковать. Давай, критоний 40 по нему. Не критонул. Блин, он почти сдох в этот ход. Офигеть, какие скры топовые. Так, что будем делать? Гранаты, не гранаты. Надо убирать у него цели. Снайп флангует его. Не убью я его. Ну, как я его убью. Грянка урона недостаточно несет. Ладно, я кидаю грянку. Надеюсь, вдруг... Вдруг он убежит прям к Леммингу. И... Нет. Никуда он не бежит. Уберить я его могу. Вот с этой позиции. А с этой смогу? Смогу. Ой, сейчас Лемминг может его добиться. Скрита с лазерной винтовки. Давай, родной. Сколько? Сто. Четыре-семь. Давай, только не четыре, а семь. Есть! С последнего действия. Как раскатали. Просто вообще без шансов. И осталось пять человек, которые там биты и дезориентированы. Это террор. Лучше в моей жизни вообще. А, нет, подождите. Есть еще один гранатометчик недобитый. Ну, ладно. Глядишь, там он мне ниндзя не штампанет. Вообще, Чозан не заметили. Ух. Прогнали по всей карте. Ты видела, Женя? Овервотч хорошо. Держимся, держимся. Молодцы. Здесь еще двое. Этот и еще кто-то. Этот стреляет. Вообще молодцы. Рокет пришел. Вот он, самый опасный момент в этой игре. Вот он. Мимо. Все. Изи. Ни одного ранения. Ни одного ранения, ребят. Просто что? Какой террор. Генерим терроры, фармим терроры. На, на. Не расслабляйся, говорит, приказывает. Вы видели, как Чозан загнали? Левел ап у Бэски. Мы не успели основной группой дойти. Уже карта заканчивается. Так, здесь у нас дробаж. А, подожди. Надо попробовать снять овер сначала. Зилот не успел ворваться. Алло. Не увижу я, скорее всего, снять овер. Да. Надо зилком, видимо, срывать. А что еще делать? Он может себе позволить ранение получать и не чувствовать его. Ну, искры бегут. Но, мне кажется, сейчас надо просто разбираться с теми, кто на месте. То есть, брать штурмаша, сюда везти. Ракетщика убивать, пытаться с фланга, как показывают. Раз. Ну, 5-8 лазерное оружие. Бак. Ну, надо было только не 5, и крит еще. Ладно, убьем мы. Здесь, скорее всего, надо будет врываться, чтобы... Тут, скорее всего, надо будет... Даже грянку кидать. Может, тут И-74 лучше сделать. Может, это добьет правого с обычной пушки, а вот дробевичок на такой дистанции может больше урона нанести. Команда, И-74. Ребята, просто ушатывание. Мы, скорее всего, справимся до подкреп. Где-то видно. Фланга нет. Снайп так и не пострелял. Ну, БСП тормозит, блин. Ни одной гранаты не использовали. Шерда не дойдет И вахтеру надо через крюк пытаться достать их Но он, к сожалению, не добегает до флангов Увы Да никто не добегает Придется леммингами терпеть Закидываем дезориентацию сюда повторную Осталось три человека, ребят Два из них на ладан дышат Чтобы прокинуть по дальнему Докинуть до дальнего Нет Нет Жаль Давай протокол нападения тогда А ты только на него и можешь, да? Уже, кстати, урон в два раза больше благодаря гремлинам Ну давай, чего? Раненый, менее боеспособный Я все равно заступником пытаюсь пройти Ну, глядишь, он докинет дезориентацию до До левого дальнего Скорее всего, нет с этой точки Хотя он ближе вроде как, чем этот Не-не-не, должен так кинуть Было бы хорошо Да, фух, с запасом Все, все дезориентированы, все ранены Ну Как-то так Эй, тебе, получается, не нужно ничего делать, да? Просто пытается верным выстрелом одного добить из дробаша Молодец Давай Тридцать Тридцать восемь Почему нет? Сорок процентов Так, попадали враги Часто попали В тот момент, как придет основная бригада От врагов ничего не остается Все, это последний ход был И Зилот Можете пытаться Зилота, конечно, убить Но Не считается ранений, если шесть Но уже четыре прибили И этот Тоже Зилка, да? Да, вот это опасно Нормально Все, нет ранений У него двадцать один Промах Ай, придется подкрепу принимать Смотрите, не успела до первой подкрепы Зилот врывается На-на У него Ауешка уже Мод приклад Кому-нибудь бык спум Из наших Выдать Лучше, конечно, за ступником Все Единственный человек убили там за четыре хода Вместе с боссом Так, теперь Ну и теперь Аверим Прям на Аверим Принимаем подкрепом Кто там, интересно, упадет Дело там только поближе Подайте Вышку хакнуть Точно, блин Вышку надо бы хакнуть Прям по центру, кажется Падают Ой, они могут не выжить, кстати Не пережить один ход Ну кто там падает? Сколько там народу? Три человека Два мэка Должны пережить Должны пережить Или даже Это мэк лишний Не четвертый Три Их тут все трое Здрасте, ребята Нет, трое Все-таки трое Минус один уже мэк Контрольные пошли по нему Один ставит на овер Ну, убили только одного из трех Я переоценил, товарищи Мне бы вышку сломать Спецон Давайте уберем помехой Овер Да справимся там, конечно Заводим ход Там даже Тут было бы четыре человека Все равно справились бы Трисандр Михайловна Я занят немножко Откуда я его вижу? Ой, не добегаю А что по взлому Ценное что-то есть? Измененные прицеливания Фигня там Там просто фигня Ладно, погнали Выстрел пробивания брони Пробили вместо с броней врага Здесь можно выдать Кому-то экспу Ну, а здесь лкабы За выдачу Пока ты тут Попереключаешься Мам, ты видишь как? Вот как Как это Игнорить вообще? Трисочка Красивая, Мэдди Красивая Такой взгляд Запрыгнула Смотрит в глаза Типа, ну Погладит, не погладит Добиваем Бескейн И это еще не все в броне А тут Такой хороший уже урон Залетает И со страховочкой Нормально играем уже Что-то не можешь его убить Странно Невидимая стена Оказывается, есть Ладно И это был террор И это был террор Я готов к террорам Сейчас Несмотря на то, что основная группа пришла черт знает когда Видолец поддержал ваш канал Да За лучший террор Михаила в его жизни Да А Сася что вспомнит Да-да-да-да-да Я бы ее муружил очень долго Повышение мясорубка Ну конечно бонусов от этой операции Кроме модов И немножко сплавов Хотя сплавов 10 штук Сплавы 10 это хорошо Все, я специально в этот регион пришел Чтобы не с ниндзи воевать А с Вот Ой, здесь сила адвента уже 6 Ой-ой Когда будет 8 Они могут Мой регион Пытаться отбивать Аватар Еще плюс 1 за месяц Офигеть Срочно надо Бур делать Останавливать Причем желательно довести до конца После этого делать бур Кажется, чтобы у тебя двойной отсчет был Как-то так Так, по крайней мере, раньше было Да ладно Еще один террор В другом регионе Ооо А как Там уже четверка была, да? Там четверка сила адвента Я прозевал А тут ниндзя будет А, чуть-чуть в этой версии Сбрасывает прогресс То есть табус пофиксили Блин, я что-то уже сомневаюсь Что готов к террорам Я бы сейчас Выделил еще Сплавы на что-нибудь хорошее Зажигательный можно дождаться Не-не-не Просто понимаете Здесь Здесь Во-первых, конвой Это другого типа миссия Здесь Ты, конечно, можешь попытаться Быстро убить босса И как бы подкрепы там Да-сюда Но смысл в том Что это та самая миссия Где Подкрепость 10 человек В конце прилетает А, это снайп Это не ниндзя Ой, снайп Снайп А материал это в лесу Ее можно там хорошо поджать Там снайп Да, вон ниндзя справа Не, снайп это Я просто боюсь на ту и лететь Так Как мы будем готовиться? Денег нет Сейчас продадим на черном рынке что-нибудь Но ориентировочно я хочу сделать одну броньку Какому-нибудь спецу важному Потому что спецы реально это основа А не командиры Нужно в первую очередь Плюс у них там по 4 лечения Это Вот Давай одну экстренную стабилизацию Прокинем Два трупа безликих Это на броню я только набрал И скорее всего надо сейчас будет сделать Еще какие-нибудь точечные вещи Типа жилетов Патронов Ну я лечу таким составом Хорошо что ранений не было Представляете Я в прошлые разы помню Терроров подряд отлетал То есть активничал Активничал И такой хоп И пролетает террор А у тебя Ты покоцан после прошлого Главное чтобы люди сейчас В фатиге не сидели В фатиге только ниндзя Мы можем дождаться Спеца второго Топового Сделать ему Кстати гремлина второго Произвожу Точно броню одну Что еще теоретически могу сделать Трасса фигня Это фигня Это фигня Ментальный нет фигня Пистолет рейнджера нет Лазерная магнитная Вряд ли Вряд ли Там пули чая Надо поменять На кого нибудь На второго спеца Можно поменять Лучше на гранатомет Можно сделать Дальше закидывать будет Но Это мы все деньги Сейчас тратим Снова шопится Обрез рейнджера Нет в данный момент Картечка Эти все штуки У нас есть Можно бита Сделать Кранированного За 40 материалов Это хорошая тема Давайте 40 материалов На искру Поможет и себе И второй искре Картечка с ракетом 2 2 бит 2 из крайне танкует ничего особо продавать еще 13 так все поехали на миссию зажигательную дожидаться не будем так ну я там собираю собирал материалы соответственно эта миссия на на дорогу на материалы на дорожку я выставляю для начала весь состав который был без изменений пока мест и было мне пулеч прошлый раз да эквипа нет на этих еще одну из крона у нее пушки нет не давай пулеч нормально все равно он в этой ситуации даже пострелять умудрился при том что при том что не для этого его брали его брали для крауд контроля так экранированный бит посмотрим что какая разница увеличивает урон эффективно избит различные боевые задачи ну это типа мы типа гремлина 2 плюс починка 2 хотя у второго товарища нет починки мне кажется лучше гранатомет купить тупо полезней дальность увеличивается броска гранаты радиус гранаты тоже увеличивается что погнали состав такой же ничего не поменялось два террора закрывать это просто так подожди тут можно выдать ему что нибудь если он с ловушкой то видимо точно в цель нужно брать да да давай на урон пойдем ему это минор к этому урон у тяжей так базовые высокие так не надо было делать вот рейнджер хорошо что у него базовый урон низкий погнали это миссия другого типа но это тоже террор но там мы занимались развед данными у нас был передатчик и мы как бы зарезаемся рядом с передатчиком а тут мы добывали материалы и нас застали врасплох передатчика нет соответственно никто не будет впитывать урон и сейчас на карте максимум находится одна пачка в отличие от прошлой игры где сразу было три группы врагов но на следующий же ход после надо вредителя было проверить если у меня специалист с вредителем чтобы откладывать подкрепление на это на этих миссиях очень важная тема ой не проверил кажется мне нет вредителя я не докачал с этим спецом здесь меня могут сажать подкрепы то есть задача очень быстро очень быстро разбираться и с боссом и с подкрепами да о мы близко очень ну ладно не очень не очень но близко есть возвышение для снайпа ну куда его уводить реально вот в эту на эту горочку а тут не снайп тут штурмаж вообще лемминг все тут нет за нет нормальной защиты в виде офицера хотя и в прошлый там не особо отстрелял он но это я временного поставил потому что у меня снайп в фатеге был до сих пор сидит он в фатеге ладно первое что делаем это врываемся то есть мы включаем опять же приказ специалиста мне показалось я не увидел ничего ну в смысле я не взял спеца раз два три четыре пять шесть семь восемь вроде максимум бежим вперед ориентировочно максимально вперед начиная причем с ниндзя в первую очередь потому что один пак повторюсь может уже на карте быть и мне надо его увидеть но часто бывает что пока нет подкрепление видите на следующий ход нет у меня вредителя я не могу замедлить появление будь здоровым это плохо ой-ей тем не менее пак может быть рядом с нашими и если честно я не знаю в какую сторону тут лучше сдвигаться надо как-то распределяться дробаши есть ну наверное пользоваться все таки такими двойными укрытиями по возможности потому что ниндзя будет нас долбить ниндзя будет нас очень жестко долбить второй заход от три сандры михалны вот это ее хвост тыс а можно хвост от микрофона пожалуйста ниже хвост ниже ниже гаси хвост как такой хвост можно гасить три сандры ты моя хорошая давайте кота паузы сделаем моток если кот к тебе приходит и ты его не гладишь он не будет потом приходить вот здоровая какая смотрите просто огромная кошка сейчас подождите ну полминуты надо ну она реально уже тут просто ты видел этот взгляд такой типа ну а чё ну а ты че не гладишь гладишь конечно не достаточно гладишь все друзья сейчас пойду руки мыть три сандры молодец 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 ну что ж давайте давайте вернемся Пока тихо, ничего не происходит И кажется, что все хорошо Сейчас прилетит убийца, в первую очередь Потом паки Сначала паки летят Рядом с новобранцами причем Кто там у нас? Мэков не вижу, вижу четырех Ну, самые разные И такие-сякие пулеметчики И гранатометчики И стрелки Ступит рендом, привет Да, привет Твой стрим Какой серьезный Спасибо большое, ступит рендом Два пака сразу рядом со мной Я постреляю, конечно, на оверах И Хантер еще Сдребаша царапинка Блин, наши не успеют подойти А, нет, подождите Второй пак рядом с нами, хорошо Этих мы должны забирать Иди наверх, раз, два, три Пока что очень простой пак Но вот с этого все начинается И прилетает убийца Точнее, снайпер Что-то говорит Наслаждайтесь моментом Так Стрельба по противникам Сванга Наносит плюс урон Палач Против пакищник Получает к меткости Дистанционные Короче, нет Нельзя флангов делать Молниеносные рефлексы Меньше урона От заступников Получает бонусный урон И Получает дополнительный урон От третьей последующих атак Ее надо с вармом брать То есть просто Просто брать И с вармом Ну здоровье там, конечно, трындец Я понял Так Ну смотрите Здесь мы уже врывашкаемся Я думаю, надо начинать С какого-нибудь сплэша Зелком Для зарядки Причем, скорее всего Начинать даже Типа сзади атаковать Вот так Потому что нам продвигаться туда нужно В конце концов Хороший ход Сразу разрыв Одного минусит Второго По второму наносит урон Хороший урон Получает инерцию Соответственно Мобильность И крит В общем Заряжается И пробегает ориентировочно Вперед Но это не точно Здесь два фланга Обязательно дайте Три фланга Ооо Я врываюсь Ниндзя сразу Погнали Раз Погнали 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 Сразу топор И режь Топор По кому Только По дальнему Поэтому скорее всего 96 раз Не Эти вообще Шотаются в один ход Дальше Кто у нас Может Пострелять И еще Добежать Как-нибудь Пулеметчик Может флангануть Этого Убить Полхода В целом Неплохо Погнали Два Можно зарезать Кстати 84 А если выстрелить 44 Нифига себе Там защита У него Мастер Ножа Но Нож Хреновый Царапина Додж 16% Сработал Плохо Здесь у нас В тылу Сразу Снайпер Это очень плохо Мне всех Мирных Нужно как-то Переставлять Но прежде чем Переставлять Нужно понять Как нам Ну Справимся ли мы Вот с этими Людьми Раз Два Три Четыре Здесь Здесь Раз Два Три Ниндзя Врежется В одного Гарантированно Убьет Либо одного Либо второго Либо третьего Протоколом нападения Можно одного Добить Либо этого Либо этого Но протокол нападения Можно и оставить На будущее 37 Фигня Фланг А что Искры Да Наверное Искрами Надо Врываться Давай Овердрайв Поехали То есть Нужно Сейчас важна Скорость Уничтожения Врагов Кого-то Можно проигнорить Вот типа Этого Товарища Искра Идет Кого важнее Реально Может направо Пройти Лучше Потому Пострелять Но этого Тоже Кто же Это должен Убить Ну Заступник Может Хорошо Вообще Заступник Тут Врывается Погоди Не Не Совсем Врывается Он Может Подойти На пол Хода Ворваться Сюда Этого Флангануть С метким глазом Этого Добить И Нормальным Будет Причем Мы Сначала Подходим Сюда Проверяем Что Можем Прыгнуть Можем Прыгнуть Дальше Стреляем Так 91 Дальше Делаем Свободное Действие Сюда Метки Метки Глаз С повышенным Уроном Поэтому 88 Но нужно Пытаться Отлично Минус 2 Соответственно Искра Спокойно Добивает Этого С овердрайвом Но может Имеет Смысл Реально Ворваться Сюда И помочь С Да Давай Сюда То есть Мы решаем Задачу Быстрое Убийство Паков Ой Не посчитал Клеточку Ой Дурак Да Одну Две Лишние Клетки Прошел Искроен Направо К сожалению И не смог Выстрелить Здесь Пока что Непонятно Что с боссом Делать Подождим Тоже Пока непонятно Что делать Ворвался Но Без Без толку Протокол Нападения Надо Одного Вырезать А второго Терпеть Но второго Что-то Как-то Опасно Терпеть Может Шрапнелечкой Двух Убить Понимаешь Что жалко И так Ты получается Только одного Выигрываешь Не Ладно Давай Ближнего Добивай Раз Кто Облегчает Страдания Ранит Да Ну Войны Ж Ну И тут Задача Протокол Нападения Только На Этого Ну Убиваем Ла Значит Этого Тогда Четыре Не зря Гремлины Грейдили Дорезаем Здесь Одного И Видимо Пробуем О Я тут Кого-то Флангую Пулечим 62 Такое Себе Не Убить Может Лемминг Поможет А Лемминг Реально Поможет Он Фланг Подставит Так А тебе бы Даже Не Подставляться Б Против Ладно Поехал Ниндзя То есть А Мясорубка Есть Он же Дернется Я его Флангую На этом мы Можем Теоретически Забить То есть Все Мы убили Два Пака Основной Группы Не Привлекая Леммингов Сейчас Надо подумать Как нам Справиться С Этой Подругой И Стоит ли Вообще Сейчас Справляться Возможно Стоит Посидеть А Не Погоди Там же Подсветка Будет Не Погоди 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 Она же Может Легко Найти Фланг Здесь Нет 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 Надо Подставлять Этого Товарища Пытаться Убивать Да потому Что Она же Стреляет Через Сю Карту Это Снайпер Она Спокойно Шотнет Все 8 человек Минус Дальше А вот Дальше Возможно Стоит Просто Пока Спрятаться Так Чтобы Тебя Тупо Не Ну В ханкерах Прям Как надо Чтобы Тебя Просто Не Шотнули Это Он У меня Это Она Ребят Ну Чего Вы Начинаете Он Она Что Что Свечку Держали Что Откуда Знаете И Нужна Дистанция Чтобы Она Не Запрыгнула Наверх Вот Путать Начали Меня Уже Вообще Она Легко Запрыгивает Сюда Просто Легко И Просто Лучше Так Наверное Прятаться Пытаюсь Спрятаться Ну Реально Мы Ее Сейчас Особо Не Не Пробьем Я Зилка Вот Подставлю Пусть По Нему Стреляет У У Такая Жажда Крови Хорошая Здесь Фланг Будет Ладно Тут Фланга Не Будет У Нее Крюк Может Внезапно Все Поменять Ну Смотрим Что Она Делает Крюк Да И Сразу Тыл Бах И Все Она Через Пол Карты Просто Крюк Делает Охренеть И Леминга Убивает Ну Это Обычный Выстрел И Овер Нет Выстрел Из Ружья Еще Ай Вот Это Блок Минус Штурмаж Подкрепление На подходе Ой Протокол Восстановления Точнее Стабилизация Да Штурмовик Там Первого Звания Штурмовик От него Только Название Это четвертый Штурмаж Он мне Не особо Нужен Страховочный На секретной Операции Он здесь Не должен был Вообще Оказываться Убираем Овервотч С нее Помехой Вообще Нормально Пока Пока Это не Из основного Состава Она могла Мне кого-то Сильно ранить Из основного Что мы Будем делать Дальше Подойти К ней Я не могу Здесь Неприятно 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 Ее Доставать Будет Оттуда Но Прижимать Я думаю Надо Как ты Прижмешь Здесь Крюки Повсюду Ладно Зилот Врывается Основной Группой Скорее всего Буду Подходить С оверами Уже Чтобы Снимать Чтобы Принимать Подкрепление Стараемся Просто Пока Убрать Убрать Возможные Да Овер Будем делать Она оттуда Уйдет Спокойно Я подхожу Все равно Всеми Леммингами Имеется ввиду Ниндзи Тоже Подходит Здесь Овер Одну Искру Поближе Блин А вахтер Хочет Тоже Поближе Но нет Надо Принимать Надо Принимать Улич Поближе Я видел Что там Был фланг Но Мне даже Вредно Если она Начнет Двигаться И Уже Начнет Поближе Подходить Фланговать Тех Людей Которые В данный Момент Находятся За укрытием Это Она Очень просто Выходит Надо Подставляю Смотрим За подкрепой Подкреп будет Еще Несколько До 25 Человек Подкрепа Очень Повезло Трое Черных И один Красный Вы Чего Серьезно Кем Вы Меня Вот этим Хотите Удивить Там Четыре Хита У Людей Ладно Один Продвинутый Хороший И Никто Не Пострелял Блин И Она Действует Похищение Что-то Я не Сообразил Что Она Силу Свою Увеличит К сожалению Не дошел Надо было Бежать Кто Знал Что Они Ну На этот ход Потратил С чего бы Начинать Еще раз А что у нее По Так Побольше Атак Я помню Меньше Урон от зерчатки Молниеносные Заступники То есть Надо было Мопса вести Зелот Может вернуться Ниндзи Не может На героем Пройти Ну здесь На самом деле Давайте Целей Посмотрим Как Как Нибудь Доступные Ну Первый Это Флангующий Мопс Потому что У него Неуязвимость После убийства Сланга И Ну Дистанция Не позволяет Адекватно Действовать Что Слишком Далеко Он Находится От 79 Гранитомет Погнали 80 Хорошо Минус Один Мне кажется Надо зелком Врываться Все равно Эту дуру Танковать Поехали Начинаем По ней Наносить Урон Заряжаемся Зелком Смотрим Куда Она Свалит Бежит В мою Сторон Это Хорошо Да Уже И Ниндзя Может Ее Штурмануть Рауда Урон 6-8 Но Я думаю Что стоит Погнали Хотя Надо было Посмотреть Кто еще Может догнать Так И он Остановился Возможно Даже Убегать Не будет Кто У нас Здесь На Еще Один Это Третий Выстрел Получается Да 5-8 Фиксируем Сметение Это уже Бонусный Урон Не Оно Продолжает Убегать Эта штука Взрывается Сейчас мы Гранатометчик Сюда Я понимаю Что урон От взрывов Но там Гранатометчик Который Ничего Сделать Не Может Более А вот Докинуть Пожалуй Получится У него Не факт Далековато Докидывает Погнали Урон И от Гранаты И от Бака Плюс Есть шанс Что она Загорится Хороший Урон Половина Жизни Уже Все Кто Теперь Сможет Ну Леминги Не смогут Как бы Леминги Должны Возвращаться Отбивать Здесь Атаку Очевидным И Или хотя бы Гренки Закидывать Но они Не такие Опасные Понимаете Тут можно Дезориентации Закидать Гренки Закидать Поэтому я Решил На этом ходу Уже Врываться Подбосса Но оттуда Мне ее Не вытащить Если только Пушкой Подойду И сделаю Не Не буду делать Осколочное Жаба Душит Капец Хотя Он такой урон Уже показывает Видели И второй раз Можно 10-15 Урон Уже Плюс 2 Пушка 4-9 Ладно 4-9 Давай Вдруг Она На меня Побежит 4-2 В скобочках 3 Куда Побежишь Никуда Так Погоди Ты же Никого Не убил Тебе 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 Нужно Если Пожалуй Пошел Кидать Гранаты Обычные Пофиг На лут Хотя Кажется С этих Лут Не выпадает Флангуем Соответственно Кидаем Дезориентацию Здесь На кого Ты Ты на Этого Ну Даже Леминги Справятся С этими Товарищами До следующий Ход А если Мне Удастся Героя Убить До следующей Подкрепы Это Будет Очень Круто Что Подкрепы Там Растут В Прогрессии Еще Одна Дезориентация Но Сейчас Может Прилететь Мне Во фланг Из-за Подсветки Сейчас Тяжеловато Даже Вот так Прикрылся Здесь Овер Чтобы Вдруг Она На Овере Будет Протокол Нападения 5 Урона Маловато А Командная Работа Кому Понятно Ладно Это же Овер Что Делает Выставил из Ружья По Леммингу Да Минус Один Мирный Жалко Держимся Видите Она через всю Карту Подсвечивает Она Стреляет И Подкрепа Которую Не миновать Снимаю Овер Да Видите Одного Лемминга Потерял Сейчас В первую очередь Надо Эту Дуру Гнать Как-то Отсюда Теми Кто Может Так А кто Может Интересует Ниндзя В первую очередь И Зилот Зилот Может Причем От Надо Гнать Погнали Врывается Полная Зарядка Узелка Три Единицы Концентрации Первый Удар Наносим Слабенький Но на подходе Ниндзя Главное Чтобы она Не за меня Уходила А вправо Возвращалась Она уходит Странно Дальше Ее пытается Погнать Ниндзя С этой На мэков Гнать Чтобы Из укрытия Ушел Семь Роном Ну Че он И он Уходит Все равно В другую сторону От гата А мне тут Некем Можно попробовать Докинуть Еще одну Гранату Для того Чтобы Но Если она Уйдет Из этого Кавера Это будет Жестко Там Подставляется Ниндзя Его Приказы Надо Убирать Трачу Гурянку А хочется Надо Гнать Да Ушла Находит Везде Хотя Подожди Фланг же Есть Есть Фланг Жалко Нет Увердрайва Давай Ко фланг 90% Хороший Урон 10-15 Минус Просто Минус Какая Бригада Но Самое Главное Не Получается Ранение Этой Бригаде Она Может Бесконечно Такие Миссии Выполняет Сложнейшим Здесь Соответственно Выходим Флангуем Убиваем Мопс Подходит 60 64 Такая У нас Защита Конская Я бы Сначала Его Гранатами Леммингов Подретушировал К сожалению Гренок Здесь Уже Главным Образом Нет Ладно Давай Ты 80 Попробуй Хотя Б80 Добей Хорошо Но Если Сработает Если Сработает Меткий Глаз На Крите То Нормально Но Мы Его Тут Прям Давай Попробую Метку Поставить Поставили Метку Дальше Дальше 7 13 Меткий Глаз И Добиваем Вторым Выстрелом Ну 5 9 У нас Урона Хватает Ай Молодцы 13 человек Убили Подкрепа На подходе Подкрепа Жесткая Будет Кажется Человек Как раз 10 Это Последняя Подкрепа Я пытаюсь Вернуть С товарищей В логический Такой Центр Карты Для того Чтобы Они В любом Месте Могли Телепорт Да Нет Дроп А у Булемета Штраф На ближнюю Точно Поэтому Он режет Всего Три Человек Это не Тап Открепа Друзья Четыре Человек Падает Если Не будет Второго Самолета То Это Изи А нет Ой Не Изи Есть Телепорт С мутонами Это по 5 Это последняя Подкрепа 10 Человек Самое Страшное Начинаем Стрелять Леммингами Минус Один Сразу Еще 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 Ребят Мажем Попадаем Мажем Разбегаются Гады Так Внимательно Здесь Два Мэка Овервотчим Оооо Четыре Мутона И призрак Ой 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 Опасненько Хорошо Я осколочную Вроде Одну Оставил Мутоны Не смогут Я думаю Так сильно Разбежаться Чтобы Разбегаются Гады Капец Опасно Ладно Собираемся Наших тут Много Ранений Нет Вопрос Только Как Оптимально Все это Дело Разрулить Фух В тылу Самая Большая Проблема Дезориентация Халявная Есть Раз Серия Выстрелов Чушь Полная Овер Есть Овер У Мэка Давай Давай посмотрим Что вообще Кто может Сделать Овер У Мэка Тут тоже Сложновато Будет Так Зилот Заряженный Ой Неплохой Сплэш На троих На двоих К сожалению Только Если бить То как Можно Двух Задеть Да Что-то Встасис Не может Отправить Ниндзя Вырывается В призрака С высокой долей Вероятности Но после Так У тебя Шрапнелька Есть Но нет Форсажа Блин В кого Шрапнельку В этих Троих Получается То есть Тебе нужно Сюда Отступать Пытаться Шрапнелькой Попасть Вторая Опция Это Фланговать Мутона Разбивать Броню Раз Скорее Всего Тебе Надо будет Это делать Ладно Снимай Овер Мэка Кто-то Должен Нормально Нормально Там все равно Некому Некому Снимать Овер Специалист Не может Обилку Использовать Поэтому Здесь 98 Плюс Разрыв Был бы Крит Убили Но Про таковым Нападением Можем Забрать Тут можно Попробовать Вернуться Заступником Через Не достаем Не достаем Так что Здесь Здесь Можем Подсопресс Да Дезориентацию Кинуть Можем Тоже Проблема Два Мэка Весьма Опасные Перезарядки Нет Тут Дробаш Ну ладно Дробаш Раз Правда 55 Всего лишь Не факт Ладно Ты плотный Выживешь Он может Потанковать Пробить А брони Нет Граната Есть Можем Пробить Броню Либо 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 Причем Все И у Этого И у Этого Пробить Обычные Скорее всего Будут Именно Бронь Пробивать Ну У них Пушки Такие Толку От них Немного Поэтому Давай Сначала У этого Пробьем Броню Да Я на такой миссии Оставался Кстати Именно Вот На последней Подкрепке Потому что Она Дикая Протокол Нападения Протокол Защиты Командная Работа Гранатометчик Ну что Гранатометчик Нахрена ему Командная Работа Он скорее Должен сам Передавать Спецу Командную Мне кажется Заступникам Надо пытаться Врываться Сюда Даже Хотя Он не сможет Роботов По флангам Добить Потому что Они не считаются Как фланганутами И здесь У тебя Грандиозная Проблема Ты скорее Сего Не заденешь Двоих Троих Точнее А вот Отсюда Ты троих Вниз Заденешь Не Не заденешь Все равно Что то Фигня Что то Фигня Он тут С овердрайвом Без овердрайва Не справляется И Родион Переподписан Три месяца И Родион Спасибо за Переподписку Здесь у нас Явно Перезарядка Место Перезарядка Мы бежим И снимаем Еще Один Одну Броню Мэка Тут скорее всего Дробаш Врыв И попытка Убить И с этого Пытаемся Убить Потому что Мэки Самый Самый Важный Да Пытаемся Раз Восемь Ой Молодцы Лемминги Ушатывают Тут большую часть Людей Тут два Мэка Лучника Убиваем Скорее всего Восемьдесят Пятниц Тут Отлично Дальний Сможет Потанковать Желательно Дезориентировать Но это уже Второй вопрос Даже если умрет Один Ничего страшного Меня больше Интересует Как мы здесь Будем действовать Спецом Скорее всего Надо уходить За фланг Убивать С обычного Выстрела Получается Этого Мутона Ну как бы Сто процентов Это в Африке Сто процентов Возможно Имму Передавать Ход То есть Тут точно Быстрое Развертывание Прячемся За кавер Закидываем Дезориентацию Непонятно Только в кого Потому что Непонятно Кого мы Убьем И передаем Ход Здесь Соответственно Непонятно Здесь Зилком Надо врываться И танковать Но вот Может быть Не стоит Ниндзи Врываться Ладно Искра Пошла Ее задача Попасть По двоим В идеале По троим По троим Получается Идеально Минус Вся броня И ранение Бах Ой Там еле живые Мутоны От критов Так Че Зилот Че там По сплэшам Можно с этой Точки Пожалуйста Нельзя Врыв На мутона А можно Вот так Вот врыв Но ты не убьешь Его Ты убьешь Одного Не убьешь Второго Да Пожалуй Так Он может Правда Отразить Кажется Это Шмутон Да Отразил И этого Тоже Наверное Лучше Убивать Зилок Танчит А вот Я сомневаюсь Что этим Нужно Врываться Что там Просто Могут Разуплотнить Дезориентацию Скорее всего Надо кидать Две штуки Вообще На все Надо было Заранее Кин Дезориентацию Тогда бы Он не смог Парировать Меня Эх Блин Расстреляет Меняет Ниндзя Не хочу Ну давай Раз Дезориентация И два Дезориентация Они по крайней мере Будут ранены Дезориентированы Зилот Должен выдержать Надеемся Что выдержит Так Подожди Ты же должен был Приказ Давать Этому Или лучше Дезориентацию На дальнем Мутон Кинуть Хороший вопрос Сюда Гринка Пролетит От дальнего Мутона Если я Передам Ладно Погнали Аркадим У нее мясорубка Есть Раз Режем Оглушение На два хода Уже хорошо Дальше Что дальше Далее у тебя только один ход И будет Приказ Приказ И попытка убить Двуххитового Мутона Чтобы от фланга Ниндзя избавиться А это командная работа Это не приказ Я забыл Что он не так работает ГГ Время молиться Ну здесь фланг Но товарищ жирный Надеемся Что он выдержит Держится Это тоже флангует Но товарищ жирный Надеемся Ай молодец Все сделал как надо Ну и самый главный вопрос Выживем здесь или нет Исчезновение Хрен с тобой Мутон оглушен Когда стреляет По зилоту Плевать Тут вопрос только К одному мутону Даже не к этому Потому что А подожди В мили Мясорубка Нано Куда ты На кого ты ледишь Зеленый И вот она В момент истинный Мимо Все идем Вообще без ранений Давай-ка Ты сюда иди Ты сюда иди У него остается Один в инвизе И вот эти вот Два упыря Только надо понять Кем Кем овер снять Потому что спец Опять не достать Не видит Там были Там были вроде Люди С этими А подожди Я же тут флангую Спокойно Раз Давить Хрен с два Ты флангуешь Поторопился Извините Да Тут тяжеловато Будет Особенно Товарищ Раненый Вот она Дезориентация Которая Снимает Овер И мы можем По крайней мере Двигаться Лучшим Дальше Флэш 72 Гренка Гарантированно Убьет Ты попробуй Добить 46 Здесь Неважно Здесь мы убьем В любом случае Гранатами Меня больше Беспокоит Куда призрак Делался Что его здесь Нужно А подожди Протокол сканирования Теоретически Должен его увидеть Да Есть Выходи На вас Ой Маленький Какой Иди сюда Всю экспу Узелку 20 Один человек Убит Так Подожди Я же могу Гремлин лечения Тогда у меня Проблем не будет С леммингом Мы одного лемминга На этой миссии Потеряли Хуже чем Предыдущая Конечно Но здесь Убийца Так Все равно Беда какая-то Да Ладно Бей этого Раз Сейчас еще одно Лечение Скорее всего Сделаем Медиком Чтобы красный Туман убрать И у него Не было проблем А Штурмаша Сперли Блин Ну бас Штурмаша Надо Назначить в убежище Человеком Толкового Да у меня Снайпер Не было Снайпаг Снайпаг И на слава богу Что Вообще Не топового Товарища Получили еще Немножки сплавов Валерия Опыт А самое главное На этих миссиях Это опыт Трупов К сожалению Ты не уносишь Отсюда Но вот опыт Получаешь С бонусом Естественно В партизанке 100% Да Внимательность Миши Зашкаливает Ну давай Хорошо Внимательный Проходи Игры на хардкоре Что сразу Начинается У меня Много информации В голове Я Неважную инфу Не держу Одно только Повышение Уискры Голографические Целеуказания 10-10 Увы Доступна Взаимосвязь Второго урона Между прочим Да Это спец Игранатометчик Надо делать Да я вообще Все игры На хардкоре Прошел Все что есть На ютубе Все прошел Так Что ж Два дня У нас осталось До конца Если нормально Не сильно Не пообворовывают Блин Здесь мало людей 7 человек Было Это немного Далеко еще не все Как бы Игра только Начинается Вообще Она по аватару Скоро заканчивается Но мы буром Допустим Единичку уберем Каким-то макаром Нужно Двигаться дальше Нужны Разведданные Там есть У меня 4 планшета Плюс миссии На разведданные Наверное здесь Надо с материалов Уже убирать И И ставить Эти пулечи Оставим здесь На разведданные Потому что Нужно и регион Прокачивать Хотя может Сейчас миссия Пролететь Другого типа На передаче Конечно По-разному Пригерятся Черт Ладно Здесь Мониторим Восьмерку Готовимся К отражению Атаки На регион Скоро штурм От избранного Там пока Чуть больше Половинки У избранного Насколько мне известно Зажигательные Гранатки Новая цель Здесь 8 дней Захватите Все ресурсы Снабжение Противника Вот так Торезы Конечно Очень нужны И у нас Контактная Бригада Есть И то количество Дней Которые Выдается Ну я Просто беру Там ниндзю Зелка И две Искры И мы 7-9 Просто должны Ушатывать Ааа Тут повышенная Боеготовность Ивент Работает Мы не будем Скрытности На старте Не очень хорошо Помидорка Привет У нас только что Два террора Закончилось Ты бы видел Просто первый Без потерь Второй потеряли Штурмаша Одного лемминга Ну штурмаш Нулевый Который в убежище Сидел по недоразумению Четвертый Без всего Не знаю Ну с одной стороны Сплавы нужны С другой стороны Это прям надо Врываться Врываться Ну я вроде готов Врываться Погнали У нас весь отряд На вырывании Построен Даже менять Ничего не нужно Только нужно Поставить такое количество Чтоб 7-9 Уложиться И заступник Тоже нужен От спица Не уйти Но скорее всего Мы сейчас вторую Еще одну искру Добавляем И все Нет не помещается Впятером Опасненько Этот пак На себя берет Просто Этот шотает Человека Сразу Этот убивает Одного Сразу Впятером Против странников Мясорубка Тоже есть Хорошая тема Да и Зилок Со сплэшем Должен Врываться Хорошо Броньки Специально У меня Броньки В принципе Не особо Можно Очки способности Потратить На что-нибудь Полезное Протокол Лечения Хорош Погнали Ну и надо Зилка Качать Тоже Для того Чтобы Новая цель Это в другом Регион Нет в этом Освобождение Региона Мало Времени Дает Очень Идем Сканин В начале Следующего Месяца У нас Появятся Какие-то Ресурсы Мы Избавились От Безликих Здесь Освободили Регион И Вот Оно Прогресс Аватара Плюс 7 Все Довольны Две Единицы Броней Чародеи Бдительность В конце Хода Мы Смотрим Сейчас Избранных Да Выше Половинки А это Что Этот Маленький Хорошо Снижает Доход А этот Уже Идет К финалке А это Плохо 300 Баксов Стырили Капец Скрытое Событие Раскрываем Если Какой-то Получает Ну вот Это Братская Забота Убийца Убийца Они Качают Приказов Новых Нет Не Успели 250 Материалов Хоть что-то 300 Материалов Стырили В основном Регионе Безлики Сидят Сволочи Надо Делать Скан Датчик Сканера Для того Чтобы Безликов Вычислять Вскрыли Крысу Что Предлагают Идти На выбор Неплиты И патроны Флешетта Предназначены Незащищенных Целей При отсутствии Брони Хитиновые Бронеплиты Крайне Прочные Пластины Ну все Тут разборы Препарирования Пока Денег Нет Возвращаясь К исследования Надо Собрать Деньги Сделать Скан Скан Сколько Стоит На зоне Испытания Я имею Ввиду 15 баксов Один бакс Восемь сплавов Один бакс Обычно Психами Да нет У меня Сейчас Психов Погнали На операцию Не терализуйте Цель в Транспортном Средстве Прилегите Внимание Адвента Ё-моё Ой-ой-ой-ой-ой Все-таки У меня Все не очень Хорошо Но Аватар Поджимает Денег Не дают И терроры Полетели Кстати Терроры Стоят денег Вот эти Вот две миссии Они Не проходят Бесследно Если Не понял Не понял А где Так Вижу Где Уграть Захватите Или Ликвидируйте Вражеское Випо Я уже Забыл Кого тут Кого сюда Послал Я думаю Что это Устроить Нужно И диверсию Памятника Адвента В результате У меня тут Рейнджер С магниткой С пристрелкой С уроном Дырокол Искра Хорошая Морозка Есть Одна Ниндзя Очень неплохой Фразяка С одинокий Там Все С чем Нужно Только Без Пушки Надо Пушку Сделать Еще Второй Рейнджер И Специалист Не очень Опытный Совсем Неопытный Ну вот Я думаю Мне Обходить Или Пытаться Вламываться Учитывая Ограниченное Количество Ходов И Необходимость Захвата Випа Черт его знает Местность Мне не нравится Скана Нет То есть Так Так У меня Консилт Есть На этой Миссии Это Радует С Какого-то Перепугу Не знаю Я пошел Через Парадный Возможно Ошибка Ну Исходя Из логики Что Народа У меня Здесь Хватает Морозка Я Один Пак Соберу И Так Я смогу По крайней Мере Ну Сэкономить Три Четыре Хода На Обходе На том Чтобы Ну Вы Поняли Чтобы Не Делать Крюк А напрямую Ити Как Иваку Я вижу Сектоиды Впереди Охраняют И Сразу Нас Флангуют Капец Сначала Как обычно Блин Дрон Минюнзи Тоже Меня Видят Ой Уже Все Очень Плохо Да Два Террора Два Террора Взяли Без Потерь Но Блин Сейчас Сейчас Отвлекаешь Конечно Ладно Дебют Раз Но я Уже Заморозкой Никого Не Удивлю Понимаете Никого Не удивлю Заморозкой Все Пулем Пак Трисандра Не мешай Не мешай Не мешай Говорю Блин Два Пака Впереди Один Спулили Мутон Так, этого надо взрывать Ближе не подходить Мутона замораживать Сильно не, вокруг не ходить Еще один рейнджер, да? Не видящий ничего Рейнджер подходит А, гранатометчик у меня С одной гранатой, да? Не стоит ее тратить сейчас Ну, на Мутона стоит, а на сектуида не стоит Хотя Мутона-то мы как раз можем убить С высокой вероятностью Ну, учитывая двух рейнджеров Искру с... А-а-а, стоп У Искры еще нет Твою ж налево Какие ошибки, Миш? Там были два солдата рядышком Это два пака из трех, понимаете? Это два пака пока из трех Врываться нельзя Пятьдесят Сорок восемь Причем у тебя предстрелка Только на следующий ход мы Мутона можем убить Плохо Да плохо, что меня сейчас еще захватывать будут Активно Морозком Мороз Нет, подожди, давай сначала Давай сначала постреляем А вдруг? Давай по сектуиду Сорок, а вдруг? Двое стоят там не такие жесткие Ну, нет, по сектуиду надо стрелять Пятьдесят процентов Ну, фулл каверы эти не умеют попадать Точно Заморозком Пошла И сейчас надо Терпеть мне двух сектоидов Без возможности нормально ворваться Потому что мало того, что я с пулей еще пак Еще третий где-то То есть мне нужно сейчас как-то на текущей позиции Справиться с этим паком Тревога на карте Да, этого не хватало Дебют сделаем Чтобы с пристрелкой дальше попадать Ой, попадает Молодец И... Нет, дым не нужен Но вервоч Сейчас дальние должны подтянуться вообще-то Пошел захват Паника И хрен знает, как мне этого сектоид убивать Этот под заправкой все еще На овере стоит Ну... Я бы сделал овердрайв И спуливал следующих В рамках этого хода Мне нужно будет влево стрелять Вот она, бочку с сектоидом Вообще ее было бы неплохо, конечно Нужно снять Ну, овервоч снять Но гранатка одна А если так? Так, очень хорошо Погнали Снимаем овер Скоро страдает Дальше Не получается, да? Нет, ладно Не экономим Я понимаю, что лут из мутона Вот это все Сектоиды страдают Овердрайв не пригодился По факту Еще по бочке Пока стреляем просто Пытаемся взорвать его Активно 6, кстати Минус сектоид То есть сейчас уже подходить Мега опасно Ну, уже очень опасно реально Выстрел 25 По ниндзе мимо И вот он, пак А, мы по ним попали Ой, хорошо Мы их взорвали, оказывается И только сейчас пул Неплохой пак Это третий Этого взорвать можно Все, надо ворваться, друзья Держись Ниндзя, держись Хорошо То есть все Остался пак только Который на Центре Паника прошла Дрона с пулем Вижу випа 55 55 взрыв Какие же вы косые Ну ладно Через пристрелку Видимо Давай Пробуй 55 Ну, пристрелка Верный выстав Стандартная тема Только перезарядиться надо Этот дальнего сектоида Убивает С высокой вероятностью 80 85 Не очень высокая Царапина 20 додж Так-то минимального урона Хватало Так, а тут у нас фланг же Еще есть Давай-ка мы попробуем Раз знаем Спецом флангуем 81 И надо рваться вперед Будет сейчас А, подождите Причем мы спулили Это больше Чем я сейчас вижу Мы спулили еще Я Ну Написано Активно 5 А видим-то мы Не всех Я к тому Что врыв Сейчас Это плохая идея И вставать за полукаверы Тоже очень плохая идея Закинуть гренку Такую хорошую Думаю Хорошая идея Ну что здесь у нас 60 60 Какие шансы Пробуем 60 попасть По дальнему Опять царапина Ну дождь срабатывает Мне везет на попадание Но не везет на Видимо придется взрывать Искрой Хотя Точность хорошая Если ты что-то можешь Ладно Давай 56 попробуем Раз Понятненько И Взрываем тогда тебя Дальше Пока что Овер Еще где-то Два человека Этот поднимает Зелка Ой в смысле Зелка Зомби Это фигня Ну скорее всего Они стоят у машины Просто их шрафнелька Задела как-то Они могут быть Даже там подбитые Немножко Этот действует Раненый Но стреляет по спецу Полукавери От опасный выстрел 32 Это очень большая Вероятность На данный момент Все Ну а теперь Я иду вперед Начиная с Искры Пожалуй Наверное вот так Пулем следующих Видим випа Где следующий Алло Я не вижу следующих Раз Два Три Четыре Пять Может вип Засчитался За спуленного Нет Вроде Должен быть Еще один пак Кто будет убивать Сектоидом Кто будет убивать Сектоидом Скорее всего Ты Опять же С Дебютом И верным Ну блин Ну хватит Маза Ребята Я же вас беру Для того Чтобы вы попадали Ну там Додж был Сейчас 85 Все Минус Минус Сектоид Он оставил Лутецкий Минус Ниндзя Ой В смысле Минус Зомби Теперь Прорываемся Видимо Вот так Хотя Это опасно Потому что Есть шанс Что там Кто-то Еще будет Перезарядка Вот Дрон Ядро Иллерия Хорошо Но Дрон Это фигня Вот Вот Кто Теперь мы точно Всех увидели По крайней мере Я понимаю Что Ну у меня Проблемы Но я могу Например Ниндзи Врываться В В Левого Если конечно Мне нужно Сейчас убивать Левого Скорее всего Мне нужно Сейчас Подходить Фланговать Убивать Специалистом Потому что Ну Для ниндзя Это слишком Просто 81 Мимо Здесь Напрашивается Дезориентация Но кажется Она не Достанет До двоих Ну что делать будем Подходите Дбебать Верным 93 Погнали Дрон Не долетает Пока Ниндзя Соответственно Полетит Ну Этому Надо Дезориентировать Он Самый Опасный Продвинутый Этот Псих Искра Будет Стараться Стараться Танковать Ниндзя Должен Сокращать К ним Потому что Потому что Ну лучше Вот так Наполовинку До дальнего Мы не докинем Никак Да Да Даже близко Нет Ну с богом Как ты Святого Война Делаешь Если ты Дезориентирован Алло Не понял Я не попал В дезориентацию Иммунитет У него А У него Истасис В Офигеть Ну это уровень Адвента Растет Они Они начинают Уже А этот Очень жесткий Сейчас будет С критами Стреляет По полю По Повезло На промах 60% Дезориентация Может быть Снять ее Я не могу Здесь Ориентация Соответственно Не будет И паника Еще Так Здесь Дрона Надо убивать С места Раз Дебют Скорее Надо випа Кого кем-то Убивать Пытаться Подходить Нашими Потихонечку Да Випа Надо Вылавливать Я не могу Врываться Здесь Слишком Опасно Я могу Флангануть И закинуть Дезориентацию На дальнего Бафнутого Плюс На фланг На него Не Не могу Хватило Чуть-чуть Капец Что делать Давай сюда Ближе Давай сюда Лут Ага Не можешь Точно Давай сюда Скра приходит С себя Этот Стреляет Поискреп Повезло 60 Сейчас Самый Главный Момент Выходит С фланга Ну Ранение Фигня У нее Защита И Поискрей Скра Танкуй И Станкует Подкрепа Пока еще Нет Это Хорошо Есть Уже Гренка Кидаем Гренку Надо Каверы Снимать Машину Взрывать Лучшее Что Может Делать Гранатометчик Такой Ситуации Не Вообще Миссия Непростая Мне еще Отсюда Уйти Нужно Машина Не Взорвалась К сожалению Искра Надеюсь Под Уже Там Отдохнула Нет Не Отдохнула Флангу Сначала Баффер Есть Защиту Убираем Здесь К К випу Бежим Пробуем Его оглушить На следующий Надо Пробовать Ранить И Не Получается Тогда Вместо Перезарядки На дезориентацию Видимо Будет Кидать Второй Не Может Помочь Он Выживает У меня Не Хватает Урона Настройка Вспуска И Плюс Восприятие Врываться Ли Ниндзи Или Нет Мясорубки Нет Я его Не убью Никак Ждем Он Стреляет По искре Второй Раз Как И Подкреп И еще Идет Ой Какая Жесть Какая Жесть Раз Эвакуироваться Надо Будет Сейчас Два Пытаемся Сдорезать Ну конечно Ты один хит Ему еще Оставишь Зачем То С большим Трудом Большущим Трудом Здесь Убираем Випом Задерживаем Вытаскиваем Блин Ивак Далеко Сейчас Пролетит Подкреп Которую Я не смогу Убить И все А вполне Может Пролететь Такое Пролетит Сразу На спец Вижу Уже Щитовика Три Человека Минимум Три Человека Милишник Блин Жопа Уже Щитовик И пулеметчик И сразу Рядом Со спецом У меня Все Очень Далеко Хорошо У милишника Мало ХП Фланги Есть И надо Сейчас Прям Болена Искрунда Спасать Ну У ниндзя Одна цель Влетает Копечик Адвент Это Сразу Минус Он Скорее Всего Гранат Нет Туда Внутрь Мне не Забраться Мне Нужно Перемещать Я Не Хочу Искру Подставлять Форсаши Валить Надо Ей Ну Она Не нулевая Она Третьего Звания Поэтому Попробую Ити Так что У меня Не было Видно Но Так Чтобы Щитовик Будет Соответственно У нас Гставать Щит Пробуем Пробуем Уходить Слэш Прикрываться Как-то Я не знаю Как Давай Давай-ка Ты Сюда Мне бы Пулеметчика Подранец Желательно Даже Убить Боего Но К сожалению Пулича Не Видит Никто А у Него Такой Урон У меня Вообще Спеца Могут Прикончить Сокращаем Фулл Кавер Этого Оставляем Чтобы Была Альтернативная Цель Стреляем Чисто Чтобы Ранить Царапина На додж Слишком Много Доджа Здесь Ну и Молиться Надо Один Действует Полноценно Второй Стреляет В полукаверу Промах Сейчас Пулеметчик Самый Опасный Ход Он Не может Шотнуть Просто Сразу Человека Шесть Хитов Есть Царапина Повезло Так И надо Валить Все Мили Так Ну че Ты должен На этого Пытаться Вырубать Или Этого На ближнего Никто Не доходит Подожди Левый Не доходит С дуплетом Не? Чуть Чуть Нет Подожди Ты к дуплету Пофиг же Может Он на такой Дистанции Как дробовик Да Нормально Вырубаем Раз Випа Утащили Спасаем Искрум Дорезаем Этого Упыря Эвакуируемся До следующей Подкрепы Кстати Сонет Хорошо Очень Сложная Миссия Получилась На проверку Но я думал Что будет Диверсия У памятника По описанию Вроде как Диверсия У памятника Была В результате Я випа Должен Утащить При этом Нужно Сейчас Активно Здесь Сканить Задача Была Привлечь Внимание Адвент И перехватить Рейд Искра Вытанковала Как надо Правда Будет 20 дней Восстанавливаться Сейчас Ну все Миссию Выполнили Сгорем Пополам Два Ранения За диверсию Памятников Сейчас Росгвардейцы Агрятся Бывает Правильно Убежище мне вообще обещали 800 результате 250 получилось сканер сделать передать в убежище вычислить безликих 15 дней 6 дней специалист нам дали развед данных и кажется там был еще пакет и при привлечении внимания адвент материалы а пакет данных это как раз он бдительность 8 сила адвента 4 выбираем материалы новая цель здесь два дня освободить повстанцев новобранцы новобранцы большая карта повышенной готовности не будет замаскированы до ниндзя пройдет но на два дня ниндзя не проходит два дня ниндзя не проходит ему нужно два с половиной дня да будет такая конская жалко жалко шесть дней найдите руководителя объекта я ни разу не встречал это какой-то новый тип миссии поезд во сколько в 4 утра я поеду на таком кривом руководитель объекта а вдруг там жесткий бригадир какой-то а похоже по поиску завода аватара это на 1 нужно не на миссию это лететь нло походу не похоже объект то есть руководитель объекта и ты его обнаружение завода тогда мне нужно разбойку от отменять вот это вот идти нормальными людьми сюда сейчас прерываем заданием но я сюда чисто ради ресурсов шел у меня там прям топовых пять человек нужно обнаружить завод потому что возможно я не успею до нижнего дайте захватите захватить транспорт спасить сторонников хранилище предмет из транспорта незначительно что по разведданным 56 народу будет много думаю что нужно тут гасануть разведданными потому что миссия для меня новая жалко от фатига не избавился ниндзи искра рейнджер заступник специалист шестером можно 7 9 сделать через четыре дня мне кажется даже седьмой поместите сюда как обычно не поместился мы без маскировки поэтому возможно вместо рейнджера нужно взять гранатометчиком тренирует взаимосвязь гранатометчика нормального у меня нет не мы влетать будем думаю рейнджер самое но должен справляться денег у меня нет не успел собрать к сожалению думал броньки сделать погнали привет повар у нас тут такие замесы два террора закрыли без потерь аватар жмёт нас ресурсом собирать а потом сканить в этом регионе так хорошо чё делать дальше деньги есть но первое что можно сделать это подумать над строительством силовы что психи говорят хорошие нет энергии но это мы реле питания просто одного из трех инжей до докидываем и реле питания мы сходили на черную водовую водовую но я потрачу большую часть денег но надо смотреть надо смотреть друзья строим инженером бонусным денег 90 баксов месяц начался меня все обворовали кое-как что-то там сделал и вот думаю может материалы тиснуть мне вместо того чтобы сканить хотя мы там привлекаем внимание адвента мне тут надо прям сканицка не давать пять дней мы подсканим пока материал не пропадут до 15 дней в остатке ты скоро скоро штурмовать будут построить турели сила адвента защитные сооружения мы же можем найти еще стоит кстати фигню защитным адреса ладно давайте возьмем к штурмам надо попробовать подготовиться с от баксов все-таки все сканим здесь после новую цель 4 освободить важного ученый нет новая цель здесь пять дней так черта тут ивент важный ивент на 5 дней а там информация об избранном топовый и ивент там и так у меня штурм идет от избранного скоро а его еще прокачивать другие будут ну как мне в пять дней проходить не стоповым составом 10 12 если я скипну меня скорее всего на дистанцию убивают избранный штурмает и штурмует я на него не успею охота развернуть ну вот я думаю сейчас проект аватар или избранный избранный скорее всего догонит быстрее черт надо реально вытаскивать гаси да погаси вопрос кем гасить руководитель объекта нужен развед данных не не хватит на то и на другую миссию может мы все-таки сюда попробуем слетать остальными топовыми ребятами может фатижных вытащить допустим допустим и пушки сейчас им сделаем дым ниндзем допустим рейнджер гранатометчик так а мы не будем за мы же не будем замаскированы еще да еще разок нет здесь будем замаскированы ну смотрите надо идти вопрос только кем делаем меч к одному берем искру топ 2 хорошую берем рейнджером неплохого с магниткой берем гранатометчика с морозкой тьфу ты у него один заряд новую искру скорее соберем не помещаемся в четвером на 7 9 если бы это этого вытащим 7 9 можно фатижного ниндзя вытащить сделать им пушки и с проникновением попробовать жахнуть любая из этих миссий мне дают развед данные поэтому мне хватит на следующую сколько мне денег есть 40 баксов как минимум нужно одну пушку делать новую вот это вот вот дуговой клинок 20 баксов трупа копейщика больше нет этот гораздо более ну вот я не уверен что стоит 5 брать потому что он тогда уйдет после фатега еще на ранение я не знаю на какое он идет на ранение но он гораздо круче с мясорубкой в ночь и топовый у него жнец есть он мне тут очень сильно поможет брать или не брать отмени стройку закуп на закуп тут особо не решит что то тут этому бронежилет я только могу сделать как бы бронь когда же одна есть сплавов там то особо не решает 7 сплавов я только одну броню смогу сделать да тут самый главный вопрос берем и а кто знает влияет ли если я усталого возьму товарища он с на фиксированное количество сорвется в в ранении или нет или я чем меньше времени осталось тем как бы можно типа брать а то вдруг у него там ранение на паниковать будет при плохих событиях вопрос какое ранение получится черта мне его не особо интересует а 24 дня ранение капец нет отставить пятером будем идти давай броня хищника на тебя рассчитывать будем надо модули еще по выдать повыдать боевые давайте меткость френ с тобой там надо посмотреть еще по модам на оружие возможно по месяцам пятый человек сейчас прям основательно основательно друзьям улучшенный гранатомет бронька 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 рельсотрон соответственно нифига себе тут элитное автозаряжение есть мод глушитель ставим модифицированное заряжение настройка спуска ну и поместить бы 5 штурмаж без эквипа специалист помещается кстати спец помещается это хорошо причем командир спец гремлин 2 лазерная винтовка зажигательные ствол что нужно гранатометчику зажигательные очень хорошо поможет помочь может вместо дезориентации патрик пожалуйста рейнджеру отравленный ну броню мы искрой пробиваем пять человек семь девять гасим да важная миссия ну че хорошее оружие хорошее неплохое неплохое а ты не можешь магнитку поставить себе погнали ох тяжело друзья капец аватар поджимает избранные готовятся штурмовать еще на регион скором реально мне могут безлики еще диверсии устраивает я возвращаюсь к скану здесь а тут видимо а тут что продолжаем искать сторонников убежища на скан здесь капец погнали новая цель здесь 24 предотвратите учесть утечки данных о этот либо плюс безликий либо карательная акция но не могу ничего сделать так назначается в убежище в регионе видимо здесь рекординг тут цель улика инженер не хочу бдительность увеличивать ой ой террор для это был террор что-то много терроров да это террор это я ну я не мог его предотвратить там один день оставался сейчас у меня все составы распределены на важной миссии и мне прилетает третий террор и я видимо отдаю это убежище там и так 7 человек осталось правда там умрет блин а кто там у меня в советники убежища там кажется ну бас какой-то поставил снизу то ли спеца то ли кого-то еще надо сдавать но если я не сдам если я не сдам то соответственно мы можем от аватара до до отъехать и можем от безликоватый на смысле от этого отъехать то есть к сожалению да здесь здесь какой-то левый человек сидит пулич с пулеметом но не топовый снайпер с магниткой поэтому я сдаю это место жалко я понимаю что жалко но нет выбора мастер ближнего боя уровень взаимосвязи повышен я отразил три террора без проблем в этом месяце но как 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 и не особо раненых то у меня есть у меня раненых сейчас будет только два человека пошли ниндзя плюс кого-то спасти их а можно мирных спасать что ли так можно делать ой слушайте реально если мы попробуем там ивак же по запросу но только надо шкелиться конечно будет дико можем купить какого нибудь ну баса за 20 баксов как раз мне 20 баксов есть так кто у нас тут фортуна только аркаша может здесь затащить во на месте у нее права там босс эвакуация интересно сколько времени займет ну ладно за 20 баксов я готов проверить 614 держись аркаша в деле чем те скорее нужно два дыма взять вообще чем погнали ни разу так не делал интересно сколько там ивак не надо сидеть просто сидеть полиция или убегать в угол как-то держаться от избранного причем еще и справедливости ликвидируйте все силы а спасти повстанцев нужно что не про не прочитал я по крайней мере могу сейчас спасти пулеметчик но мирных я не вижу надо было слетать сюда фомбич привет хреновый ивак не валим по крайней мере пулечи спасли ну сюда можно было толпу набрать и разбежаться в разные стороны и попробовать собрать мирных но это был бы риск жесткий то есть ты должен по крайней мере нормальными слетать ну чтобы они могли хотя бы первый пак и от избранного не отлететь тоже классный к ском да все этот регион у нас закрыт там не будет никакой блин активности я назначу туда снова пулеметчик чтобы он искал товарищи но половина убежища было в избранных этих в безликих 6 человек убили подобывал регион материалов и в результате все 0 ну по крайней мере где пулеметчик алло я же ушел минус 0 пулеметчик минус 0 пулеметчик как я же эвакуировался да давайте в школу новобранцы мне правда снайпер нужен он там по точности никакой он вообще не снайпер я пофиг будет жирным снайпером неужели это я заливают рая сейчас уже спеца бы подучить получайку не ну по логике я должен был спасать его ну то есть он был он эвакуировался есть еще один день подсканить потом вернуться за материалами направо аватар жмет нужно эту миссию выполнить нужно то выполнять миссию все миссии нужно выполнять сканер боя и это мы должны выдать сок соколику потому что в нашем основном регионе явно есть безликие твари забыл что после ранжирования ты не можешь выбрать бак когда заходишь просто можно оснащение а соколик еще у нас без всего как хорошо что я тебя нашел давай ищи соколик регион освобожден плюс 400 но мы знаем сколько плюс 400 есть поиск сатадели хорошо влияние на фракцию справились модификации усиленно очень хорошим бонус по приказу можно найти жнеца не хочу я бы начал пытаться убийцу искать аналогичным образом потому что возможно мне придется мне надо срашить прямо поиск перс отправляю ну так же как на прошлую миссию штурмовик кроу хороший блин мне бы разведданные закинуть чтобы в плен не попасть сколько 15 хватит ну там хватит на миссии окей давай разведданные погнали а убийца не знает ничего там же вроде убийца знает снайп штурмовать начнет поздно ты дурачок я их перепутал опять ну уже 15 дней не знаю как определить мне не хочется терять материалы поэтому я оставляю 13 человек на разведке здесь искать 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 и вот она ускоряем проникновение мега важной миссии и все равно незначительные более 10 12 человек будет капец выбора нет надо рисковать там события если я не туда не лечу то тот избранный который уже подходит к штурму моего мастителя он он набирает знания за счет других все знания которые набрали предыдущие за это время получает он он и так уже подходит к финалке а я рассчитывал что мы здесь поместимся в 7 9 а мы не поместили 7 9 у нас тут далеко не топовая бригада блин топовая бригада там восстанавливается на другую миссию идет и в пять человек меня здесь зажигательная обычная еще времени нет да этот крыша я помню эту церковь поменьше нас тут такие миссии дикие были два дрона сейчас резко влево блин уходим нафиг хорошо чтобы здесь влево прям влево да прям влево обход еще кого-то увидели а тут двое мне кажется надо останавливаться я могу реально здесь залить всем мне сейчас настрой хреновый ходов мало миссия важная люди здесь на миссии хреновые и эти идут на меня нет не на меня можем немножко за ними пройти я сегодня ночью еще уезжаю уже вправо нельзя идти что один из двух дронов с хорошей вероятностью влетает на меня и хулит сразу тут еще вышка не вышка слева как как бы надо сюда идти по логике чтобы быть ближе к цели тратит заморозку на двоих учитывая что там 9 10 12 это очень расточительно блин че делать то а ой меня тут размотать могут реально реально могут размотать давайте я не хочу я чувствую что сейчас зальем все друзья давайте лучше отдыхать буду чувствую что зальем все друзья сегодня был отличный день много варкрафта к сожалению завтра варика нет по что нужно одним одним днем съездить москву по известному делу соответственно спасибо вам за то что смотрели болели сегодня и так был насыщеннейший день я думаю что будет халява хренов 2 эти ресурсы от штурма только спасли дали немножечко времени и все до аспирант поставлю заливаться в общем спасибо что на гудгейм заходите смотрите в чатике пишите варварик беляк привет только сейчас я заметил я пойду ужинать и посплю хоть четыре часа перед поездом пока пока пока